Таурен Чифтейн Таурен Чифтейн Кэрн Бладхуф С древних времен старейшины Тауренов предсказывали приход Чифтейна, сильного, как самые могущественные воины, и мудрого, как старейшины шаманов. После долгих лет скитаний по священным землям, Кэрн Бладхуф доказал, что он тот самый герой. Дух могущественного предка всегда с ним. Вместе они заставляют землю содрогаться. Ничто не может ослабить мощь его алебарды, которой пользовался его защитник в древности. В поисках мести за опустошение его родины, Кэрн хочет обрушить свой гнев на Скорыш. Займёмся этим! За наших предков! Духи не знают усталости! Ты меня уже забодал! Откуда у меня рога? Это понятно! Но вот у тебя... Забайтится контора. Я не успел убежать, лего видел. По-любому. О, вон. Пошло дело. Нарезай! Во щит! Твоя! Ох! Ну, почти. На вставочку. Тебе надо бежать. Лэпнем. Если клэпну, хорошо то... Ой, найс. Ой, хорошо я сделал. И в бкб дизарм. Всё, сикер дизарм. Хорошо. Найкс залез в него. Три тычки. Сейчас дух вернется, брат. Будет исполнено. За наших предков. Они не пройдут. О, две тычки. Просто. Что за атака, брат? А бузы, сори. Всем привет, дорогие друзья. С вами Яксанас. И сегодня у нас новый гайд. Но прежде чем мы будем разбирать новый гайд. И, конечно же, вот этих спонсоров. Нужно поблагодарить за то, что продвигают мой YouTube канал. И, конечно же, просто поддерживают. Ребятки, не забывайте про спонсорку. Если хотите смотреть контент немного раньше и знать немного больше. Конечно же, welcome по спонсорке. Смотрите, какой левел вам ближе. Ну и, в принципе, подключайте, если вам это необходимо. Заставить я не могу. Но, в целом, это продвижение моего YouTube канала. И я не могу это не упомянуть. Ребятки, спасибо всем, кто поддерживает. От души за то, что смотрите. Спасибо всем, кто ставит лайк. Так, ну что ж, у нас сегодня необычный герой. Я считаю, что этот герой просто максимально неактуальный на 85-й карте. Почему, спросите вы? Потому что его просто тупо не берут. Вот я, например, возьму. А кто-то подумает, а он слабый. У него урона с руки нету. Но, на самом деле, герой очень-очень даже сильный. И узнаем сегодня, в мете он или нет, друзья. Это у нас, конечно же, Таурен Чифтейн. Это у нас Керн, Кровавая Копыта. Да, вот такой вот жесткий король Минотавров, так сказать, выразимся. Вот этот вот Минотавр здоровенный такой, обратите внимание. Ну и сегодня, так как гайд, мы сегодня на нем заплеем и узнаем, как работает у него способности. Как работает Echo Stomp, как работает Ancient Spirit, как работает Natural Order и как работает у нас Ears Splitter. Очень, на самом деле, интересный персонаж. Сегодня мы разберем очень сильную теорию на него. Очень много тут нюансов. Я постараюсь вам все досконально объяснить. Ну и подготовил для вас интересную практику. Ребятки, также сегодня разберем, является ли этот персонаж метовым персонажем 85-й карты. Тянуть не буду, поэтому поехали смотреть теорию. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже – это Echo Stomp. Данная способность очень специфична. У нее здесь есть много нюансов, которые мы сейчас будем разбирать. Первая тема – это то, что это сон. Это не стан. Вторая тема, что у нас тут есть – это два типов урона. И третья – это то, что тут своеобразная механика данной способности в работе со второй способностью. Поэтому досматривайте, ребятки, теорию до конца и будем изучать все более досконально. Смотрите, хотки у нас с Т, прокачали данную способность. И что у нас будет происходить, когда мы нажмем эту способность? Нажимаем эту способность, идет вот такая вот анимация. И все персонажи, которые были в радиусе 500 или низ, уходят в сон. При этом они не могут двигаться, они ничего делать не могут, они просто стоят. Как можно вывести из сна? Из сна персонажи, оппоненты или крипы выводятся в том случае, если время заканчивается, или если какой-нибудь ваш небрежный союзник их разбудит ударом или просто нажатием какой-то магии. Ну или, конечно же, радиенсом. Радиенс – вообще злейший враг этой способности. Данная способность позволяет подгадать небольшую позиционочку и, конечно же, сделать все раскастовочки. И это очень-очень хорошо. Как у нас еще работает этот сон? Сон у нас не сбивается от крипов и от тавров. Сейчас я вам покажу, как эта тема работает от тавра. И, конечно же, вы посмотрите, что тавр у нас не выводит из сна. Вот так вот подводим Чена. И, конечно же, вот так вот стомпим. И, смотрите, не выводит его из сна. И сон заканчивается у нас, и Чен спокойно побежал. Это говорит о том, что можно интересно вот так вот подобуживать эту тему. И, конечно же, если в тавр там бегут за вами там впятером, и вы успеваете кастануть стомп, то, конечно, это может спасти вам жизнь. Еще на развороте можно сыграть и убить. Так что вот такая тема. Первый спелл у нас является чаннелингом. И у него огромный каст, как вы обратили внимание. Это значит, что все эти чаннелинги, то есть, они прорываются. То есть, если вы просто либо движением, либо каким-то микростаном вам залетает, то, естественно, вы прекращаете кастовать эту способность, и ничего происходить не будет. Так что вот такая тема. По уровням прокачки у нас тут имеется множество всяких приколюх. Это длительность сна и, конечно же, урон. Магический и физический. Магический и физический урон, он у нас будет одинаковый. Но о чем это говорит? Магический и физический урон на этой способности? Это о том говорит, что у нас здесь способность имеет два типа урона. Да, два типа урона. Обратите внимание, когда Тауренко стует, рядом с ним появляется дух. Этот дух наносит магический урон, а сам персонаж наносит физический урон. И это реально прикольно. Есть тут определенные специфики в работе со второй способностью. И это мы разберем чуть позже. Поэтому досматривайте до конца эту теорию, чтобы понимать этого героя намного лучше. Что ж, эту тему разобрали. Теперь давайте выведем табличку и поговорим по табличке. Смотрите, табличка выведена. Длительность у нас применения. Смотрите, время применения 1 и 2 секунды. Это очень долгий каст. Но этот каст мы будем, так сказать, немного кайтить. Потому что в тупую мы стоять, кастовать эту способность не будем. Мы будем кастовать ее с помощью второй способности. Это мы разберем чуть позже. Следующий момент. Радиус 500 единиц. В радиусе 500 единиц, естественно, все персонажи уходят в этот сон. И если вдруг какая-то кристаллоидка вот так вот делает, конечно же, будет какой-нибудь оппонент, и он дает нам чипалах. Ну и кристалки тоже надо дать чипалах. Так что вот такая вот у нас приколюха. Следующий момент. Это физический урон и магический. Смотрим по табличке. 80, 90, 100 и 110 и 80, 90, 100 и 110. Как я уже и сказал, стомб у нас наносит два типа урона. Как вы видите, вот этот дух, который синхронизируется у нас, он у нас накладывает дух магический урон, а герой физический. И, конечно же, это все можно раскачивать с помощью дискордов и снятием арморов и урона. С первой способностью можно нанести очень много. Следующий момент, что у нас тут есть. Самый важный. Длительность сна. 2, 3, 4, 5. На 5 секунд на ласт уровне вы можете просто оппонентов отправить в сон и делать, что хотите. Можете убежать, можете подгадать позиционку и можете дождаться ваших союзников. Это очень бодро. Моноко 100 единиц и калдаун 14, 13, 12 и 11 секунд. 11 секунд кд и 5 секунд сна. Мне кажется, это прям вот так вот. Следующий момент, какой у нас тут есть. Данная способность никак не работает на ВКБ, при этом даже физикал урон не наносится, мэджикал урон также не наносится и персонаж также не уходит в сон. Следующий момент, какой у нас тут есть. Этот сон нельзя развеять какими-нибудь там диффузами и прочая всякая тема. Как видите, я нажал и из сна Чен у нас не вышел. Только сильным развеянием можно этот сон снять, таким как пресс-атак. Да, не иначе. В принципе, по данной способности вроде все, я ничего не упустил. Сейчас на второй способности мы затронем все нюансы, которые еще касаются и первой способности. Поэтому, ребятки, вместе смотрите, не отрываясь от мониторов, вот эти две способности, чтобы понимать, как они работают. Погнали смотреть вторую способность. Итак, друзья, вторая способность на нашем персонаже это НС Стелл Спирит. Это очень интересная способность, которая позволяет выпустить духа, которым можно ходить где угодно. При этом этот дух будет унаследовать первую способность и будет также унаследовать ауру. И когда вы будете кого-то касаться этим духом, этот дух будет накапливать эту энергию. И по возвращению, в зависимости от того, сколько вы персонажей, так сказать, затронули или крипов, или каких-то героев, или крипов героев, он накапливает дамагу и накапливает скорость передвижения, которая позже дается, конечно же, Тауре. Но эту тему я все покажу и все это разберем. В зависимости от уровня прокачки вся эта тема возрастает. Весь урон, весь там дамаг, все то, что он накапливает, это все возрастает. И, конечно же, эта способность у нас наносит еще, наносит магический урон. И также этот магический урон по касанию будет у нас, в зависимости от уровня прокачки, немного больше. При этом у нас все тут подкрепляется, в принципе, хорошим монокостом и приемлемым калдауном. Очень интересная способность. Что ж, ребятки, давайте, наверное, будем сейчас уже более досконально разбирать эту способность. И поехали. Вот так вот заспаунили ЦМку. Let's go! Смотрите. Ходке у нас С. Дальность применения этой способности 1200 единиц. На 1200 расстояние вот так создается дух. Вы можете его отдельно контрить. У него есть здесь способности. Эхостомп. Это первый спелл нашего Таурена. Потом второй спелл. Это у нас возврат этого духа по ходке С. Вы также можете его просто вернуть. Третья способность. Она абсолютно бестолковая. Ее даже нет смысла разбирать. То есть она, ну, в принципе, она тут не нужда. Данный дух у нас дает vision. И этим духом можно идти куда угодно. Длительность этого духа составляет 8 секунд. В течение 8 секунд давайте пивопли вот так вот и тайм 6. Вот так вот сделаем, чтобы было понимание, как дух дает vision. Данный дух у нас дает vision 450 единиц. Вот так вот вы его создали и можете куда хотите его отправлять. Если раньше, помните, в старых версиях дух реверсивно двигался вашему герою. То есть если вы идете на духа, он идет на вас. Если вы идете против, в другую сторону духа, то он идет в другую сторону. То есть он как бы, ну, реверсирно, получается, работал. А сейчас вы можете спокойно закинуть идти под своим делом там на шифтах и подконтрить вот этого духа. При этом, если вы нажмете тут хоткейт Т, который вот у нас здесь сделает этот стомп, то ваш герой проиграет анимацию и данный дух сделает вот здесь вот стомп. При этом нанеся магический урон. А у основного персонажа останется физический. Помните, я говорил про тот момент со стомпом, что стомп наносит магический и физический урон? Когда вы вот так кастуете дух, он вместе с вами кастует. Но если вы духа уже отпустили, вот так вот откинули, то у вас остается только физический урон со стомпа. А магический он находится здесь, где находится дух. Понимаете, да, надеюсь, вот эту тему? Кстати, видели, сейчас он типа попытался топнуть, но у вас способность в кд, но не суть. В общем, вот такая вот приколюха, ребятки. Данный стомп будет наносить урон раздельно, если вы будете юзать вот этого ancient spirit, конечно же, и отправлять его куда-то. При этом стомп нанесет, если у вас дух куда-то уже пошел, вот здесь в этом месте он нанесет физический урон, а вот здесь магический. Где дух, там и магический урон, надеюсь, вы это понимаете. И урона, естественно, получится немного меньше. Кстати, дух по возвращению он также выводит из сна, так как считается, что вы наносите урон. То есть, посмотрите, вот так вот делаете, смотрите, раз, и дух возвращается и выводит из сна. Поэтому держите эту тему в курсе, что стомпа вы так сможете вывести. Ну что ж, вроде по нюансикам разобрали, которые у нас тут есть. Главное, не забывайте, что если духа вы отпустили, то первый спелл у вас будет уже наносить дамагу разделенно, нежели чем вы бы наносили просто вот так. Это, конечно, и минус, но и плюс тем, что вы можете спокойно комбинировать эту тему, вот так вот просто нажимать и отходить и, конечно же, делать. Сейчас я, если честно, воспользовался фишкой, которую я показывал в гайдах, ой, не в гайдах, получается, в рубриках фишки, что в любом случае, когда вы попытаетесь скомбинировать первый и второй спелл, вы можете вот эту анимацию отменять. Просто если резко будете нажимать движение, ход кейты и, конечно же, у вас спокойно стомп закастуется во время движения. Это, если честно, вот такой неприятненький абуз, который иногда может задушить. А в целом, если вы вот так вот кастуете и на основном персонаже отменяете стомп, то, естественно, тут также у нас стомп отменяется. Тут, если вы нажмете стомп, если у вас вот здесь кд, то, соответственно, ничего не произойдет. Надеюсь, эту тему вы понимаете. Фух, столько много объяснил. Кстати, обратите внимание на вот этот эффект, который идет с этим топором. Этот эффект сигнализирует о том, что когда Ancestral Spirit вернулся, он вас зарядил. Как он заряжает? Давайте разберем еще раз. Смотрите, радиус урона у нас на Ancestral Spirit на самом вот этом духе составляет 275 единиц. Дальность применит 1400. Поехали. Собираем. Смотрите, такой эффект, такая синева какая-то, да. И при этом вы еще можете вот так вот немного подобузить, и у вас дух еще тут зарядит. И смотрите, у вас зарядился вот так вот топорик. И у нас, смотрите, плюс 30 урона, и мы немного побыстрее бегаем. Длительность этого эффекта составляет 9 секунд. В течение 9 секунд вы можете этой способностью спокойно пользоваться. Этим бонусом, вернее. При этом, если вы, смотрите, ребятки, вы настакали один раз этим духом, и у вас уже прошел КД, то есть я обычно вот так через шифт выделяю, иду по своим делам, и дух этот у нас пройдет по шифтам и вернется. Когда он у вас вот так вот вернется, смотрите, у нас уже здесь накопленный урон, и почти откатилось КД. Если вы попробуете еще раз, типа как будто подстакать и вернуть, то у вас ничего не получится. Прошлый эффект заменится нынешним эффектом. Поэтому эту тему нужно, ребятки, знать. Давайте Си, Диад, Пиопли пропишем, и будем разбирать дальше. Смотрите, выкатываем табличечку, и погнали дополнительно по теме. Ребятки, в целом, я надеюсь, вы не запутались в работе с первым и вторым спеллом в совокупности, и, конечно же, в смысле второй способности. Давайте пробежимся еще раз. Вторая способность позволяет нанести урон в зависимости от уровня прокачки, потом накопить урон для самого Таурена, если вдруг кого-то выцепляете, ну и, конечно же, повысить вашу скорость передвижения. Надеюсь, вы поняли. Ну и касаемо первой и второй способности, в совокупности, если вы выпустили духа, то вот здесь вы нанесете физический урон, а здесь магический. А если вот так вот немного подобудите, то вот здесь нанесете и физический, и магический урон. То есть дух уже рядом, соответственно, в радиусе 500 единиц он нанесет здесь магический, и в радиусе 500 единиц нанесется и физический от самого Таурена. Надеюсь, вы это поняли. Все, добро. Поехали теперь по табличке. Выходит у нас табличка, смотрите. Дальность применения 1200 единиц у нас, духа на 1200 отправляем, и все у нас хорошо. Радиус урона 275 единиц. Это вот это касание, ребятки, вот этого Таурена. То есть опа, раз, зацепил такой синенький эффект. И при этом настакивается у нас сейчас вся дамага, которая есть, и можно по ходке его вернуть. И вот смотрите, 40 урона халявного мы получаем на 9 секунд. Далее. Дополнительная скорость передвижения за крипа. 1%. В зависимости от того, сколько крипов вы нацепляли, вы получаете за одного крипа 1%. То есть вот тут 3% вы получите, тут еще плюс 4, тут еще плюс 2 и так далее. А прикиньте, если в стаке вы это загоните, то вы получите очень много скорости передвижения. Следующий момент. Дополнительная скорость передвижения за героя 5%. Чем больше героев вы зацепили, тем больше вы, так сказать, получите бонусов. То есть 5%, потом 10, 15 и 20 на 20% скорости передвижения вы можете с этих 4 героев получить. Следующий момент. Дополнительный урон за крипа. 6, 9, 12 и 15. Это тот урон, который будет вам вот сюда плюсоваться в плюсик. Да, будет плюсоваться. То есть на ласт уровне 15 демеджа за крипа вы получите. А прикиньте, вы там 30 крипов зацепили, вдруг там стаки. Итого 30 умножаем на 15, получается 3х1,3 это уже 300 и 5х3,15. С 315 дамаги вы уже получаете. Надеюсь, я посчитал правильно. Ребятки, если что, поправите в комментариях. Возможно, я просто не математик. Я вообще, я такой тупой, если честно. Ну да ладно, не суть. И дополнительный урон за героя. Смотрите, 10, 20, 30, 40. 40 урона за одного героя. Так это круто. Типа, прикиньте, 40 урона за одного героя. Типа, тут 40, тут уже 80, тут уже у нас получается 120, и тут уже получается 160. Но это жестко. 4, 4, 4, получается 16. Да, я считаю правильно. Вот, так что вот такая тема. Длительность духа у нас 8 секунд, длительность эффекта 9. Длительность духа это тот самый момент, когда вы его не возвращаете, а он у вас вот так вот бегает. Допустим, вы через шифты нажали, он вас подстакивает. Вы уходите куда-то гулять там. И можете еще сделать какой-то телепорт образно сюда. И этот дух побежит за вами. Вот так вот он. При этом он еще в это время, когда бежит, он дает вижен. И вы еще можете еще и стопнуть. То есть, это тут очень много всяких механик. И, конечно же, это прикольно. Это прикольно, конечно же, ребятки. Вот так вот сделали мы, конечно же. Это приколюху позже разберем. Продолжаем, ребятки, у нас по табличке. Монокол 180, 90, 100, 110 и перезарядка 16 секунд. То есть, каждые 16 секунд вы сможете закидывать этого духа и вот эти вот стаки спокойно накапливать. Далее, смотрите, что у нас происходит. Когда вы попытаетесь задиспелить этого Таурена, у нас вот тут остается, смотрите, 20 урона. То есть, данная способность не диспелится. На БКБшных эта способность у нас не работает, как написано. Давайте посмотрим. Вот так вот сделали. То есть, получается, дамагу мы нанесли, но и не считалось. Если честно, я думал, что считается, ведь эффект был. Получается, когда вы БКБшных юнитов цепляете, то, соответственно, и дамагу тоже он не считывает. Вот такая у нас, ребятки, тема. Данного духа, ребятки, убить нельзя. Его нельзя там зацепить как-то. Он неуязвимый. Он не кликабельный, в принципе. Его ничего с ним сделать нельзя. От него только уходить. Он не стопит, ничего не делать. Его невозможно хукануть. Там всякая другая тема. То есть, ну, это просто дух, который будет, ну, вот так вот бегать, двигаться. И под властью, так сказать, он Таурена находится. Ну и, конечно же, ребятки, в принципе, по этой способности вроде все. У нас магический урон на этой способности. Вот в зависимости от уровня прокачки все наносится. Это очень-очень круто. Надеюсь, я внятно объяснил, как у нас тут все работает. Ну и, конечно же, дух у нас еще унаследует и третью способность. Это у нас пассивка. И сейчас в целом мы будем разбирать, ребятки, эту пассивку. Кстати, дух, как вы уже видели, он двигается через непроходимые вот эти места. И это очень-очень круто. При этом дух абсолютно пропорционален по скорости передвижения нашего Таурена. То есть, если вот когда вы контрите, у вас тут определенный МС, ну, допустим, сейчас у нас МС-400, то дух двигается тоже с такой же скоростью. Но когда дух бежит обратно, он уже бежит немного побыстрее. Если честно, я точно не помню, сколько там скорость у духа. Но в целом он бежит где-то примерно на 600 скорости передвижения, нежели чем бегал ранее, когда вы его юзали. Запомните, что когда вы его юзаете, скорость передвижения у вас абсолютно идентична с Тауреном. Плюс еще его можно духа вернуть вот так вот по неосторожности, если вы его прям в героя заведете. Поэтому держите в курсе. Все. Ничего вроде не упустил, ребятки. И поехали теперь на третью способность. Итак, друзья, следующая способность, конечно же, это у нас Natural Order. Хотки у нас N, прокачали данную способность, и появляется вот такой вот у нас красивый эффект. Это у нас пассивочка, это у нас аура, которая что делает, спросите вы? Она снимает магическое и физическое сопротивление на определенное количество процентов. В зависимости от уровня прокачки у нас тут все немного меняется. Радиус действия этой ауры 275 единиц. Очень маленький радиус, но, не считая этого, этот радиус можно увеличивать с помощью второго спелла. Второй спелл у нас, так как у нас следует тоже эту пассивочку, можно спокойно пользоваться этой конторой. То есть, соответственно, здесь 275 и здесь 275. То есть, от героя 275. И, конечно же, от самой второй способности тоже 275 радиуса. Уже получается аура немного побольше. И, что самое классное, данная способность, давайте посмотрим, вот уже табличка висит, она снимает магическое и физическое сопротивление на 40, 60, 80 и 100%. Смотрите, снижение базовой брони 40, 60, 80 и 100, и снижение базового сопротивления 12, 19, 26 и 33%. 33% почему тут так написано? Почему написано не 100%? Если честно, я не знаю, но в целом магический резист полностью убирается у какого-либо оппонента, у которого нету худов, пайпов. То есть, убирается именно родной резист. То есть, все вы знаете, что родной резист в доте имеется у каждого героя. Он равен 25%, кроме мипа, у которого 30, и кроме визажа, у которого 15. Потому что у визажа есть встроенный третий спелл, который также дает магические резистансы. И там получается так, что оно немного по убыванию доты складывается. И все-таки сопротивление немного больше получается под даже этой аурой. Но в целом весь магический резистанс с обычного героя убирает. А плюсовый, который дается с худов, пайпов, или это может быть скины карасива у вайпера, или у антимага вот этот спелл третий, он не снимает этот бонус, а снимает только родной. И касаемо снимания физического сопротивления. 100% физического сопротивления. Как тут снимается? Тут снимается именно родной вот этот атрибут. То есть, видите, вот эта пятерочка. Вот эта пятерочка снимается в зависимости от уровня прокачки. Ну, давайте разберем четвертый уровень. 100%. То есть, получается, вот этот весь родной армор, который идет именно от ловкости, а не который идет от плюсов каких-то. То есть, допустим, вот плейтмейлов и тому подобное. Этот бонус весь убирается. То есть, весь вот этот родной убирается. То есть, это контрит очень сильно морфа. Как вы видите, не зря тут два этих героя. Это контрит очень сильно морфа и очень сильно законтрит сларка. Давайте подойдем сейчас. У меня вот тут есть Таурен, у которого аура в четверочку. И сейчас проведем несколько тестов. Смотрите, подведем сюда морфа и подведем вот сюда нашего персонажа, у которого есть аура в четверку. Давайте вот так вот сделаем. Минус респаун. Получится респаун? Нет, не респаун. С клиарку допишем и все. Смотрите, аура в четверочку. И подходит у нас сларк. У него сейчас минус 7 армора будет. Ну, минус 8. Все вы знаете, что армор в доте, в принципе, все. Все оно в доте имеет такую тему. Там 1.3 дается за level 1.4. Вот в совокупности оно складывается. Вроде тут 7, но на самом деле может быть и 7.8. И поэтому считывается как будто минус 8 армора. При этом если сларк сейчас настакает чуть-чуть себе армора побольше, смотрите, сначала не будет этот армор у нас увеличиваться в минус, уходить. Ну, а когда вы перебафаете эту ауру, то есть вы отошли и опять подходите. И вы, конечно же, получаете ауру уже с новым, так сказать, вот этим процентиком, который у вас имеется на таурении. И, конечно же, сларк у нас законтрен. У него просто нету армора. Здесь минус 12 армора. То есть, получается, все его физическое сопротивление данная аура уничтожила. Также это касается и морфа. Морф подходит просто минус 25 армора. Вот так вот это и контрит. То есть, морф, получается, будет постоянно без защиты. Да и любой герой, который у нас тут есть, он будет, в принципе, без защиты. Поэтому вот такая тема. Эта тема не касается, кстати, Драгонайта. Потому что у Драгонайта идет третий спелл. Она идет просто плюсовочка, хотя и в родной армор. Но это не считается каким-то армором, который давался от Аги. Только что вот такая вот тема, ребятки. Аура мощная, очень у Таурена. И, конечно, она снижает весь вот этот родной вот этот армор, который, ну, посмотрите, просто как морфу, конечно же, достается. И это прямая контрапа, по сути, по армору всяких сларков и морфлингов. Так что вот такая вот у нас, ребятки, аура. Ну и что ж, и давайте тогда разберем еще некоторые моменты. Проходит ли эта аура сквозь БКБ? Смотрите, нажимает у нас эридарчик БКБ и подходит. И, конечно же, армор снимается. Тут у нас аура в первый левел. Кстати, ход КН, вернее, на эту ауру, если вам удобно на Н прокачивать. Мне сейчас неудобно, поэтому пассивку от руки прокачиваю. Так что, ну, держите в курсе. Также у нас еще иллюзии унаследуют эту ауру. Ну и, конечно же, и второй спелл унаследует. Ну и в целом это очень-очень круто. Теперь давайте взвесим всю ситуацию. То есть получается, если третий спелл у нас снимает все magical и physical resistances, то есть получается, наш первый спелл будет стопроцентно наносить. Вот, допустим, если тут, ну, армора совсем нету, наш первый спелл будет там сколько? 110 урона получается, physical. Он стопроцентно несет physical уроном 110 урона. Плюс еще и там нету магии сопротивления. Получается уже 220. И при этом это можно еще, этот урон можно еще и увеличить за счет того, что если там в минусе армора будет, то, соответственно, будет больше дамаги наноситься. То есть тут можно стопроцентно наносить огромное количество дамаги. И это очень-очень бодренько, конечно же. Так что вот такая тема, ребят. В принципе, по нашей пассивочке все. Сильверейджи могут отключить данную пассивку. И, к сожалению, тогда Таурен не будет пользоваться своей, так сказать, почти основной способностью. Ведь эта аура, она реально очень жесткая. Ребятки, остается у нас крайний обзор способностей. Это Earth Splitter. И сейчас мы ее будем разбирать. Поехали! Итак, друзья, остается у нас крайняя способность на сегодня. И это у нас, конечно же, Earth Splitter. Это у нас способность, которая позволяет замедлить оппонентов в зависимости от уровня прокачки на определенное количество времени, на определенный процент замедления. И самое классное, что данная способность в зависимости от максимального здоровья наносит урон 35% от максимума здоровья magical и physical. То есть, ну, только единственное, эти 35 поделены напополам. То есть, получается по 17,5. Получается 17,5 физики и 17,5 магии. Да, у нас Таурен, так сказать, такой делитель здоровья физического и магического. То есть, получается, ультимейт также и бьет. 35% от максимального здоровья. Ну, и, конечно же, поделенное напополам на физику и магию по 17,5. Так что, вот такая способность. Дальность применения этой способности у нас получается 2400 дней сходки Е. Данную способность мы уже давно прокачали. И что у нас будет происходить, когда мы заюзаем ее вот так вот сюда, юзаем? Идет такой разлом большой. Этот разлом у нас подготавливается 3 секунды. И по истечении этих 3 секунд этот разлом лопается и, соответственно, наносит всем, кто находится в этом разломе, дамаг физический и магический. Пополам 17,5. В общей сложности 35 от максимального здоровья. И, конечно же, далее у нас накладывается замедление. Замедление это даже через БКБ работает. И это очень круто. Замедление при этом идет на определенное время и также на определенный процентик. В целом, я думаю, лучше вывести табличку и дальше работать по табличке. Смотрите, дальность применения разобрали, задержку разобрали. Ширина трещины 300 единиц. Это получается вот эта ширина, которая у нас кастуется. Вот, смотрите, вот эта ширина, примерно 300 единиц. И при этом они стягиваются вот сюда, к центру. Обратите внимание. И, конечно же, накладывается далее замедление. Следующий момент. Длина трещины 200. Это, то есть, общее вот это прохождение, не касаемо дальности применения. То есть, дальность применения очень большая. Вы можете вот так образно нажать, чтобы, типа, туда, на икраешком, возможно, кого-то вы зацепите. И так нанесете урон. Но, в целом, я думаю, вы понимаете, как это работает. Урон от максимального здоровья. 35%. Эти 35% делены напополам. То есть, тут физикал и мэджикал урон у нас идет. Ребятки, эту тему не забывайте. Чем больше у оппонента здоровья, тем, конечно же, лучше. Сразу же, вот, фулл хп желательно этот проказ давать. Лучше вот так вот, знаете, типа, раз, там, опа. Вот так вот, два, три. И опа, хоп, вот так вот нажимается. Духа при этом не оттягивайте. И вот так вот раздамажите. И вы наносите, вот, считайте, уже половину хп вы у пацанов слили просто с комбинации. И потом пробафанный дух к вам возвращается, и вы идете додушивать. Да, это так все и работает. Классная комбинация, на самом деле. Мне очень нравится. Далее, по табличке у нас длительность замедления. 3, 4 и 5 секунд с агонимом у нас немножко по-другому будет. При этом, обратите внимание, у нас тут еще и агоним есть. Агоним чуть позже разберем. Далее, в следующую графу мы не смотрим. Требуется манность 175 единиц и перезарядка 100 секунд. Каждые 100 секунд вы можете разделять землю. Так сказать, разделять персонажа на физикл и мэджикл сопротивление. И, конечно же, наносить очень много урона. Теперь, давайте разберемся, как эта тема работает на БКБ. Вот у нас тут есть зетик в БКБ. Смотрите, вот так вот кастанем. Зетик вот тут вот стоит в БКБшечке. И посмотрим, что произойдет. Его портует, его замедляет. И при этом ему еще и нанесся урон, как вы могли заметить. И это очень-очень жестко. Потому что через БКБ эта тема бьет. И это реально очень-очень круто. Давайте посмотрим, сколько вы нанесете урона. Если в БКБшечного юнита заюзаете вот эту всю тему. Вот так вот юзается у нас. И персонаж пытается отойти. Но в БКБ, в принципе, не сильно много урона у нас тут залетело. И, конечно же, все-таки без БКБшных юнитов намного лучше вроде как-то это смотрится. Но, образно, если тут с лордаром так нанесло. Интересно, а какой тип урона здесь не успевает наноситься? Я, если честно, не пойму. Давайте попробуем вот так вот. Может, ему в целом так дамаги немного наносить. Не, какой-то тип урона не учитывается. Возможно, не учитывается. Здесь магический урон. Потому что БКБшка тут у нас, а физикал урон учитывается. Скорее всего, это работает так. Хотя написано, проходит сквозь иммунитет к заклинаниям. Но, видимо, какой-то из типов урона. Типа, я так думаю, магический. Потому что БКБ все-таки. И он именно не учитывается. Потому что без БКБ нам нанесся урон. А в БКБ не нанесся. Получается, нам магический урон был заблокирован во время прожатого БКБ. Так что вот так это и получается. Следующий момент. Монокос 175, перезарядка 100. Это мы уже, в принципе, разобрали. Увеличение длительности, замедление. Это у нас с агонимами. И, что самое интересное. Можно развеять любым развеянием. Написано. Вот тут у нас какая-то приколюха. Где у нас Урса подопытный? Вот он. Смотрите, допустим. Закидывается сплетуха. И попытаемся сейчас задиспелить нашего союзника. Опа, замедло есть. Да, действительно, диспелится это все замедление. И персонаж спокойно сразу начинает передвигаться. Очень, кстати, круто. Мне понравилось, если честно. Ну и что ж. В принципе, по ультимейту мы разобрались. Очень грозный ультимейт у нас получается. Прикиньте, в совокупности с какими-нибудь там эхослэмами и прочей всякой темой. Вы можете просто дать хороший раскаст. И после этого раскаста можете спокойно еще и туда насыпать кого-нибудь. Там всяких магнусов. При этом это все стягивается к центру. И будет огромное количество урона. При этом вы не напрягаясь сносите больше чем, ну где-то 50%. Плюс аура, получается, все снимает. Мэжикалы и физикалы. И получается, вы наносите очень много урона. Но в целом, надеюсь, вам понятно. Что ж, давайте разберем, что же нам будет давать Аганим на данном персонаже. Ребятки, собрали мы Аганим. К сожалению, никакого эффекта нет у нас. Но что у нас меняется? Давайте посмотрим по табличке. Выехала обратно табличка. Длительность замедления возросла у нас 4,5 и 6 секунд. И длительность обезоруживания 4,5 и 6 секунд. На 6 секунд персонажи будут в дизарме. Это очень круто. Давайте вот так вот еще зажмем и посмотрим. Даже в БКБ этот дизарм вешается. А можно ли как-то этот дифазм... Дифазм, господи, дифуз. Дизарм этот разобрать, так сказать, задиспелить его. Давайте посмотрим, можно ли этот дизарм снять. То есть тут образно за это сейчас попробуем задиспелить. Опа, пробуем. Да, этот дизарм снимается, но в целом это очень круто, что даже дизарм и замедление работают на БКБшных юнитах. Если честно, Аганим стоит под вопросом. Но как на четверке сыграть? Можно будет, я думаю, собрать Аганим. Я думаю, такая каточка у нас будет. Поэтому вот такая вот у нас приколюха. Вот такой получился у нас сегодня, ребятки, обзор данного персонажа. Таурен, Чиев Тайн, получается у нас. Чиев Тайн у нас, Таурен. Вош Тауренов сегодня был на обзоре, ребятки. Надеюсь, вам этот обзор понравился. Сейчас у нас будет уже практика. Я приготовил для вас, конечно же, приготовил интересную каточку. Кор-катка, четверочка. Ну и, конечно же, и секретный билд. Также у нас будет здесь присутствовать, ребятки. Надеюсь, вам что-то, блин, да и стало понятно. Что-то новенькое вы сегодня и узнали по этому персонажу. Главное, не забывайте, что тут все в комбинации очень крепенько. И данный персонаж, на самом деле, не слабый, а он сильный. Все, ребятки. В описании, под комментариями пишите. Не под комментариями, а в комментариях пишите, что вам не понятно. Возможно, еще пройдемся. Нескольким людям я отвечу, двум-трем какие-то там вопросы. Если вопросы будут повторяться, я буду просто ставить лайк. И напишите, посмотри, внизу есть ответ. Так что, если вам что-то непонятно, можете дописать. В принципе, все, ребятки. Пожелаю всем приятного просмотра. Поехали смотреть интересную практику на Таурена. Собака, собака. Так, ребятки, в общем, загружается у нас катка. Первая игра на Чифе у нас будет состоять из билда четвертой позиции. Четверочка у нас сегодня в студии, ребят. Как раз мы попали за СМТов. За Скоржей немного тяжелее делать, потому что вы можете за СМТов стараться еще 3 кем поцеплять. А за Скоржей, к сожалению, 2. В чем смысл позиции четверки, я сейчас расскажу. Наша задача будет это помочь, конечно же, нашему Кору. Помочь ему выфармить, оставить его в хорошем экспириенсе, выходить, выгангивать лайн. И в целом помогать команде по файтингам. И сейчас для этого будут применены определенные стратегии гейминга, которые мы будем исполнять в данной игре. И сейчас я вам, в принципе, их покажу. Смотрите, вот здесь вот будут стак, вот здесь вот и вот здесь. С помощью этих стаков мы разгоняем способность вторую у нас. И будем работать по оппонентам с более сильной дамагой. Следующую катку, кстати, мы будем играть в керри. Но не слушайте, о чем я там говорю. Потому что смысл в том, что, короче, так получилось, что я должен был сыграть вторая игра, которая будет на четвертой позиции. Но я сыграл на ней, так сказать, в этой игре, блин, на Коре. Ну, так получилось. Но в целом я там все, в принципе, так же все объясняю и все нормально. По контрпикам этот герой много дэмэджа боится, много контроля и всяких там замедлений, которые не дают атаковать. Чтобы назло на лайнинге, чтобы еще хорошенько так подушивать. Поэтому, ребятки, вот такой вот у нас геройчик получается. Надеюсь, в целом игра интересная получится. Главное, чтобы вот тут, ребятки, кто были, чтобы не было у них эскейпа. Вот типа вивер, вивера тяжело так гонять будет. Но в целом, может быть, и справимся. Так, а у нас кора нету, да? Я так смотрю. Я на четвертую позицию. Это что? Хорошо. И будем душить. Что в сборе я тут планирую сделать? Ну, я хотел, если честно, сделать аркану. Аркану иул. И далее уже по вариативности, что нам нужно. Что нам нужно, по сути, собирать. Либо вариативность какую-то такую. Променяем, что... Променяем, господи. Можно делать транквил сол. Можно делать просто аркану. И, конечно же... Конечно же, будем офигенно делать. Что за четвертая позиция? О, господи. Как людям это объяснить? Кура и Роум, значит. Так, спросим. Жесть. Ребята, не знаю. В 2021 году что такое четвертая позиция. Игра будет офигенная, ребят. Если вы ее смотрите, значит катка офигенная. Присаживайтесь поудобнее. Раздвигайте булки. Куру взяли, побежали. Опа, вот так вот берем. Так, ну, я возьму, скорее всего, тогда возьмем тангусик. 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 Две ветки. И погнали. Тангусик. Две ветки. И погнали. Вот тут вот срубим, чтобы можно было стакать. Какой-то гонек. Качаем сейчас на руне. Не знаем, че. Либо первый, либо второй. Что там у нас? ЕС есть, да. ЕС очень сильно будет напрягать. Максимально сильно будет напрягать. Да, в принципе, там все неприятные герои. Каски, станы и всякая прочая дичь. Норд фарм дал. Фармит дал, короче. Хорошо. А если он дал, фармит. Фармит. По пику у нас проиграно. Ну, и пока непонятно по пику. Если сайлансер хорош, то выиграем. Если не хороший, то нет. На руне можно будет, если сейчас тут не будет. Ну, стайнеры в любом случае тут будут. Обычно руну можно забирать так, что просто стомпишь и все. Ребята отходят. Либо отходят, ребята. Либо... Либо так как-то. Сайлансер, разминай дисками. У тебя большая дальность атаки. Чем могу быть полезен, говорит. Не хочет разминать, да? Вивер вынесет. А тараканов кидает, кстати. Тяжело будет с тараканами. Но в целом катка будет интересненькая, думаю. Ну, тут отдаем. Тут отдаем в любом случае. В любом случае отдаем. Тут тангусик схаваем. Отведем. Отведем пацанов. Купим орбу, будем работать через орбу. ЕС тут будет на лайне. И вивер, да, походу, стоять. Ну, тяжелый лайн будет. Но если сало будет их подразминать, он разомнет. И, в принципе, можно будет спокойно поработать по героям. Четверка у нас что делает на Таурене? Мы подстакиваем. Зоним, даем экспириенс. Но экспириенс немножко частично. Я буду также подзабирать. Все, орбу взяли. Хорошо. Вивер и ЕС. Ну, такое себе на самом деле. Потому что вивер и ЕС это не очень интересно. На лайне будет. Оп, я добью сайленсера. Фарми. Добью, я пойду стакну сейчас. Он, если он будет их звонить, в принципе, ЕС будет на лоу хп. Нормальная тема будет. Нормальная тема будет. Сейчас подстакаем сразу. Оп, хорош. Есть. Есть. Стакнули. Хорошо. И теперь второй левел ждем. Так, не души. И на втором левеле пойдем в атаку. Хотя, что у него интересно, у вивера там вкачано. Что интересно, вкачано. Вивера второй. Устала первой до сих пор. А как у них по второму? Устала первой. Я же отходил. Печальная тема на самом деле. Мы пойдем на руну сейчас. Хотя можно будет сейчас напасть, в принципе. Сейчас второе ап, но. Вивер меня недолюбливает. Прям. Качаем первый. Первый нам пригодится. Будешь инвес юзать? Хорош. Умничка. Умничка. Слушай, слушайте. За наших предков. Хорош. Ах ты таракашка такая. Как этого таракана убивать, я даже ума не приложу. Ума даже не приложить. Как душить этого таракана вонючего. Так хил нужен уже. Будем задушивать. Бежит уже. 70 маны у него там на один шу-хуча. Мана. Один шу-хуч. Душат мидера. А мы на лоу-хп стоим внизу. А лоу-хп внизу стоим. Хорошо, подсейвили, пацаны. Да господи, что за спам вк. Спам вк. Опа, отлично. Отходим. Я на базу сейчас пойду. Нужен хил. О, ребята там остановились, да? Я ушел. Погнали. Блин, вот как здесь вот раздамаживать этот лайм? Я не понимаю немножко. Тяжело. Самое эффективное, это когда тут есть какая-нибудь вата, которая, ну, абсолютно ни на что не способна, ни на какой эскейп. Ни на какой эскейп. Так, ну и вера нету маны. А, он сдох, да? У него есть мана, значит. Давайте хил. Все такое дело. Стик возьмем. Вообще офигенно, сапог. Закидываешь сапог и поехало. Тоже неплохая тактика. Но на все это нужны деньги, а на четверг, как вы знаете, деньги достаются тяжело. Деньги на четверг тяжело достаются. За вождя и племя. Все, ухожу, потому что сейчас вивер будет, возможно. Пойдет немножко подразмял, пацаны. А, они на топе все, да? А что, Сало, куда пошел? Сало пошел на руну. По своим пофармим. Не знаю, Сало как в роли, вроде и... Ну, он фармить-то должен. Я же сказал, что он фармить должен. Не знаю, почему он не хочет фармить. Глядишь сейчас, если сапог мне даст. Это будет нормалин. Что ты там гоняешь? Что, вижен есть? Вижена нет. Понял. Понял. Как говорится. Иссурина. Хорош, сапог есть почти, да? Или Сало не умеет, или не хочет фармить. Первый берем, ребятки. Первый раскачиваем. Первый, второй. И возьмем. Короче, максимальный хара скачаемся через второй спелл. И будет все огонь. Будет все огонь. Так, хп у меня есть. Мана есть. Ерсбруйкер там. Можно ЕСа, в принципе, сейчас попробую через первый-второй забрать. Что там по кнопкам у тебя все есть, да? Хорош. Если подойдет на кату. Можно будет комбинить. Комбинить можно будет. Сейчас ждем, когда у него пол хп. Можно и по тэшке прям будет задушить. Смотри, отошел. Или нет, подошел, да? Слушай, сложно. А, вивер уже тут. Все понял. Все понял. Если вивер тут, ты плохо. Все плохо. Все плохо. Да, выйдет мид, выйду. На него там раптур кинули, но я иду. Я иду. Ох, как он его захилил. Нормально, сикер делает. Нормально он делает. Оу. О, ну, случайно забрал я. Случайно. Арканы, если дадут, не выформить бой. Хорошан, ты иллюзия. Я в лес как тавара. А, это настоящий. Осуждаю. Так, ты что, меня убивать собрался? За наших предков. Убил. Поверяй. Что на базу? Вивер какой-то приставучий попался. Ну, пока нормально, мидера подроумели. Надо низ выигрывать. Низ никак не можем выиграть. И стаки есть, вроде. Все есть, но... С руки драться что-то как-то не получается у нас. Вивер. Приставучка, какашка. Делаем что сейчас? Аркану? Вот так вот делаем. Ребята, на топе там. Еса сейчас заберем, да. Давайте возьмем манго на всякий случай. Манго. О, он тут на вивере стоит в кустах. Давай, пофармим. Хорош. Господи, что с этим вивером не то? Куда пошел? Хорош. Наверное. Выудили таки паучка. Немножко. А вот ЕС он спокойно фармит. Стоит все это время. Очень странно. Нужно так, видно. Нужно сделать так, чтобы я застакал. Тут проблема в том, что надо тайминг поймать какой-то. Блин, я вроде четверка, но мне сало отдает фарм на лайне. Вроде четверка, но сало лайн отдает фарм. О, иду, иду, иду. Он в рашпит зашел, да, по-моему? Я могу духом помочь. Будет исполнено. На город наших союзников напали враги. Чем могу быть полезен? Ну тут, сори. Я даже с мида, если сейчас ТП хмус, у меня не будет ничего. Ладно, фармим аркану. Сесала дает пофармить аркану. Значит так и надо парнем. Берем ультимейт. Пригодится в драках. Пригодится в драках. Мана, в принципе, у меня есть, мангусик. Манга, заюзаем перед покупкой арканы. По кайфу. Ребята, активно стараются играть. Сейчас будем next level'ом брать третий спелл. Надо ауру раскачивать. Стомп мы подраскачали. Стомп обычно берется где-то в 3-4 секунды, чтобы можно было как-то успевать раскидывать кнопки. И все будет огонек. Ребята там дерутся. Я тут аркану хочу дофармить. Аркана 30 золота. Хорош. Есть аркана. Начнем ауру выкачивать уже. Хорош, фуллманы будет. Огрызается, огрызается. Так, есть у меня тут стаки. Можно поработать будет сейчас. Закидываем. И погнали. На лайне, если честно, эти стаки абсолютно мне сейчас ничем не помогли. В игре сейчас попробуем как-то пользоваться тем, что будем закидывать здесь и идти. А если сюда кто-то на низ будет приходить, то только так мы сможем воспользоваться этими стаками. Заряжаемся и бежим. На керри катке вы это увидите в полной мере. В полной мере. Мы сами попробуем. Че стоять. А, еще сикер тут. А сикером нет. Там еще и Арктура закинута будет. Арктура закинута будет. Сикер пошел фармить стаки. Или нет? Да, пошел фармить стаки. Фармить стаки мы им. Ребята на топе дерутся. Мне на топ-то дойти надо бы желательно. Они внизу фигней заниматься. Охраняя свои стаки. Стаки абсолютно не были востребованы в этой игре, ребятки. Максимально не востребованы они. Максимально. И орбов вином тоже. На лайм я вообще не выходил. Но вивера как бы так не погоняешь. ЕС вообще не подставляют с этой стороночки. Страноватый парень. Так, сделаем. Леорик вышел вниз, да? Леорик вышел вниз. На топе дерутся по КД. Давайте, короче, с командой будем. Все, погнали. Они тупо постоянно. У меня команда дерется. Таурен вообще должен в каждой команде принимать участие. Участие принимать вообще максимально. Максимально принимать участие. А я, получается, стою, фармлив, что-то там охраняю. Низ. Вообще ничего не делаю. Это неправильно. Поэтому давайте вместе с ребятами сейчас будем играть. Хорош. Парканы КД. Леорик внизу. Ну, не знаю, Леорико тоже оставлять фармить. Тоже не очень веселин. Так, нуару у меня в двоечку. Останяю его. Хорошо. Отлично. Вивер что-то. Сдал ты. Задушена. Так, и улич сделаем. Иул, чтобы быстрее бегать, и, в принципе, какой-то под сейв. Ужа есть там руна. Руна баунти. Ууу, брат. Ну, тут парямба. Кони его. Что ты тупишь? Три. Да, я вижу, да, мне не буду вылазить. То есть, все. Отличный план. ВДшка еще. На город наших союзников напали враги. Отличный план. Слушаю, сможет. Хорош. Глобалит-то. Пойдет. Забрали одного. Чисто потерял парень. Как достал этот шарик. Гавкает. Вообще невозможно на гайдах. Сейчас каждый гайд. У меня окно открыто постоянно. Каждый гайд он гавкает. Вообще невозможно. Чтобы Леорик фармит. Да, вот что, блин, не кровь, что ли, придется делать? Так не хочется сейчас. Такое. Есть ульта там у снайпера. А, там снайпера нет. Не получилось немного сейчас, кстати, заобузить. Опа, нифига себе, не там. Кстати, я могу забрать его. Чем могу быть полезен. Оп, сюда. Я заберу его. Хорошо. Что там кикать собрались? Вивера, что ли? А, вивер хэзботит. Вирголосы за то, чтобы кикнуть кого-то там. Не, нет смысла кикать. Нет смысла. Если игра 5 на 5, и в принципе, есть кто играет. Ой-ой-ой-ой. На стик я нажал. Ой-ой-ой-ой. А че ты не идешь туда? Боже, прикиньте, какой бред. Я нажимаю... Короче, я вот сюда, походу, нажимал. Есть. Что не так сделал? Интересно, что ж я сейчас не так сделал? Я вообще тут, по идее, выживал, когда вот сюда отходил. Стандай, да? Наверное, пишет, стандай. Обоснуй слова. Или ты просто так. Понял тебя. Ты меня бесишь. А, понял. Все, наточил топор. Все, понял, брат. Если бесишь, это личное. Бывает такое, бывает. Так, ну, Лерика, один раз слили. Но я тут умираю, да? Ой, глоболита. Глоболита. Будет исполнено. Отличный план. Побежимся. Слушай, смотри. Хорош, он встанет. Ой, разбудил его. Будет исполнено. Чем будить было? Отличный план. Куда побежал? Ага, вон он. Зачем будил, не понял. Если он меня не любит, это что-то личное. Это понятно. Ой, хук какой. Не попадает немножко. Очень страшно. Мусор на Таурене сейчас напишет. На Таурене. На Таурене. Я буду дополнять его. Давайте мы будем дополнять друг друга в этой игре. Мусор на Таурене. Кидай у меня склянку. А сейчас у меня все накидает, да, походу? Нормально, братан. С-сы. Будем дополнять друг друга. Пойдемте лесок, форманем. Странный какой-то фен, а где твои это... Как ее там? Урна? Почему урну не сделали? Понял. Че, ЕС, и будем убивать? Так, сделаем. Рожь своей команде чуть помог. Или нет. Или дан. Или не дан. Бегаем, братец. Ну я хочу на Юл добить вообще. Мне там до Юла копейки. До Юла копейки. Так, сделаем. Как раз Ауру сейчас. Аура 4, найс. И Юл есть. Хорошо. Гоу. Чем могу помочь? Отлично. Есть Юл, парни. Let's go. Вон из. 4 раскачано. Тройка. В четверочку вернее. Если фен залетит туда. Фен, если залетит. Смело кнопки. Там, там, гг. Там без magical resistance. Прикиньте. Это же. Ну, типа, как третий работает, в принципе, как дискорд. Единственное, только плюсовые вот эти. Не закидывает. В этой катке с таки мне абсолютно ничем, ребятки, не помогли. Вообще ничем. Кажется, вот тут вот. Что же сделаешь? Вивер. Будет исполнено. А как? Как путь не попал таким банальным хуком? Как ты, брат, не попал? Хорош. Гоу. Есса можно попробовать зацепить. Есса даггер уже. Есса уже даггер. Хорош. Цепляй. Хорош. Дали комбинацию. Отправили в таверну. Что теперь раскачиваем? Я возьму еще кноп, чтобы было время на то, чтобы нажимать кнопки. Я считаю, что это правильно. Все будет. Я считаю, что это будет правильно. За наших прессов. Будет исполнено. Есть. Под клэпом. Отлично. Прекрасно сработано. За наших прессов. Ооо, нифига себе ты там даешь на пуджа. Куда этот пудж идет? Так, ну у меня кд. Пена есть в ультимейте. Будет исполнено. Что приказали? Ес. Идет ес. Злой такой, злой бычок. Даю резист минус на ВДшку. В спину заходит в вивер. Надо уходить отсюда. Слишком опасно уже. Будет исполнено. Слишком опасно. ТП-шка возьмем. Успеваю, да? Успеваем. Давайте с макан. Вот так вот. Орбу можно, в принципе, я думаю, уже продать. Нет такого, чтобы я где-то подставлялся и шел. Поэтому орбу я продаю. Сикера задушили. Хорошо. Ой, почти попадает в вивера. Феникс. А, Феникс урна есть. Хорошо. Неужели я тогда не доглядел, что Феникса нету? Или была она урна у него? Есть. А то я просто лоу хп ходил, он меня не хит. Но у него личная неприязнь ко мне какая-то. Личная неприязнь какая-то. Ух ты. Часи. Три героя еще. Вот это Фиссурино, конечно. Ну, ЕС, а эхо еще есть. Блин, неужели придется пайп сделать? Очень часто еще Таурену пайп собирают. КП регены, мана регены. В принципе, поддержка всей команды. Очень хорошая получается. Куда этот пудж вечно идет? Не имя с этому пуджу. Давайте сделаем пайп, наверное, ребятки. Пайпуху на команду. От ЕС. Я думаю, тут будет актуально. Погнали. Пайпуху на ЕС. Пайп для ЕС. Будет по кайфу. Можно глимер сделать, в принципе. Я уже колечко взял на хпшке. Заберет. Хорошо. Идем туда. Давайте заодно завардимся. У нас два варда есть в паке. Заплатил налоги. Спит спокойно. Хорошо. Хорошо. Давайте тут еще вард. К нему, наверное. Будет исполнено. Я готов. Отличный план. Что прикажете? Сейчас очень быстро нажимал на движение и ходкей. У меня герой не стал ничего делать. Обузами. Даем. Бэдам тебе. Хорош. А что у тебя так маны много там, что ли? Арба, что ли? Или что? У него 600 ман, и Аркан Е2-Е2 у него пополняет что-то. Так, ну надо командно работать. Командно работать. Драки будем? Драки. Ваварда у нас есть. В центре можем подраться. Лучше, конечно, в боковых, но... Что есть, то есть. Промах максимально. Максимально промахнулся. В пивер. Хорош. Забрали. Что, идем туда, ребятки, да? Ясно. Так, сделаем тогда. Давай, давай, дожимайте. Или без моего клэпа ничего не дожмем. Ясно, соло и хаслэм. Соло и хаслэм такой все. Фен, да? Фен не ставил ничего. Я понял. Это луз. Походу. Я накосячил еще. Фен ничего не ставил. Печалька, парни. Первый, второй, чтобы можно было сейчас по сути что-нибудь раздамажить. Вообще, надо чуть подфармливать. Может, еще и некрот придется собирать здесь. В принципе, четверочный билд, он будет зависеть в 100% от макро, потому что, что нужно, то и собираете на поддержку команды в любом случае. Тут я тащить игру не буду. Тут должен у нас снайпер тащить, а Феникс должен лететь. Феникс ульту не ставит. Феникс не ставит ничего. Общее. В этом проблема. Странный Феникс. Кнок уберем. Остинмейт двойку не вижу смысла брать. Это за замедление только. И сейчас сделаем, скорее всего, худ. Худ Пайпович. Кто там идет? Латсасер. Постойте, на месте. На месте. То есть я даже написать не могу. Там убивает. Вд. Убивает соло снайпер. Это жестко. Это жестко. Что за сентрики? Лежат. Так, худ у меня есть, да? Есть. Есть. Ультимейт. У тебя кусай его, нафиг. Хорош. Хоть так. Пойдет. С ошибкой. Вивер там стоял. Полдня у него времени было. Но он все равно. Погиблый. Вдшка тоже стоит. Ничего не боится, блин. Вообще ничего не боятся, пацаны. Вообще ничего не боятся. За племя. Почти pipe есть, парни. Для команды. Все, что перед дракой можно будет пробахать. Копеечки остается. Гори, 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 гори. Хорош. Просто сожгли его. У меня тут стаки еще стоит. Почему бы не начать стаки подфармливать? Мне очень нужно золото. Мне очень нужно золото. Как видите, комбинации очень много дэмэджа наносится. Плюс кнок отлично держит крипов, что можно пофармить их. Хорошо. Хорош, погнали. Ис пайп. Сделали пайп. Феникс Аганим делает на подсейв. В принципе, тоже нормально. А если честно, мне кажется, тут лучше зашел бы такой более боевой феникс с радиенцем. Ну, стандарт, в принципе, чтобы задушивать. Давайте здесь сам крючок ткнем. Вот сюда. Хорошо. Л-классика. Хорошо. Л-классика. В принципе, я могу тоже сейчас подтанковывать. Будет исполнено. Могу подтанковывать. Слушай, сможете. Попал. Пять секунд стоять будет. Куда? Куда? Ты хукаешь? Что это за хуки? Вы видели, куда он хукает? Ну, пять секунд, сон идет. Парни, да, вот так вот. Хорош. Я, скорее всего, умираю тут. Сейчас меня тут все кнопки будут даваться. Отойти. Жесть. Там Леорико все приходит, это жутко прям. Пен дает. Поздновато. Мы очень далеко, мы растянулись. Не буду возвращать резист. Дайте уйти теперь. Душа не его. Что за файты? Не-не-не, тут надо уходить, ты же все. Снайпер мог тычка дать, не значит, что не дал. Ужас. Уф. Растянулись очень сильно, мы по драке. Вот сюда. Слушай, поддержим немного. Отличный план. За племя. 149 урона, нормально так в драке пробавканы. Яйцо не можете сэвить, так ты миллион километров далеко находишься. Варды, блин, варды забрал, да? Не получается иногда делать эту комбинацию, не понимаю почему. Сноровка. Опыт. Чем могу быть полезен, кстати, нужен вижен. Я так думаю. Боец внизу. Один. Понял, у вас с левелом все хорошо. В принципе. Тимфайты мы не тянем, это еще Леорик не одетый, парни. Это плохо. Это плохо. Ох, нифига себе, там кучу нападения делает. Глоболита еще жмутся. Жмутся. Сейчас нападение будет обраточное, да? Сэйванем? Есть кнопка на Фениксе. Сэйванули, да, называется? О, я засейвил рульги. Пайпухаем. Идет, идет, идет нападение. Этого поднять. Ес, еще живой. Хорошо, пойдет. Грязные драки максимально просто. Жмется все по кд и неправильно. Просто тупо лишь бы нажимается. Ну, максимально, я не знаю, такие файты какие-то, блин, глупейшие, честно говоря. Давайте next гоним. Блин, не знаю, тут я сплитером не попадаю. В принципе, если Леорик под сплитер попадает, он не будет ничего делать. Поэтому давайте агоним в любом случае сделаем. Сикер также, если под сплитер попадет. Но тут видите, как они, они должны байтиться. Байтиться должны. Сейчас если ЕС прыгнет, будет очень круто. Четыре секунды. Будет очень круто. Хорошо, горошу. Агоним сделаем. Агоним, Актарин, получается, и Хекс. Такой билд. Если будет тяжело, тогда вместо Актарина сделаем Некрачи. Некрачи сделаем. Души. Если не видать, давайте так сделаем. Хоть какая-то уверенность будет. Сейчас клайпать будет. Клайпать будет. Чалька. А, ест на топе, да? Хорошо. Вичдоктор запушил просто, я не успел сбить. Просто поставил в наглую, она вот сюда, от кого-то. Кто вот здесь ближе стоял, от него в Рошпит зашло и задушили Рошана. Феникса ульта была. Ну, а идея была хорошая. Идея была хорошая. Печалька. Все окей будет, надо играть просто. Вместе. Но Феникс максимально пассивный и агрессивный токсичный чел, если честно. Вот этот. Луна, земля какой-то. Он максимально токсичный. Он делает по минимуму, а токсика там на все 100%. Если честно. Это жесть просто. Максимально токсичный чел. Давайте таракашек возьмем пофармить. Хорошо. Там драка пошла, что-то непонятное. Давайте таракашек. Давайте таракашек. Эти склянки залетят, да? Ой, как хорошо. Зачем ты его будешь, брат? Хорош, ВД задушили. Сикера теперь. Будет исполнено. Будет исполнено. Будет исполнено. Хорош пойдет. Мы сильнее в драке. Я сейчас сбил ульт ВД и все. И все. Пойдем не с дефнем. Сплиттер не зашел. Тяжело сплиттер на самом деле подставить, ребятки. Вот как бы кто ничего не говорил, но Риле его тяжело подставить. За наших предков. Вместе надо. Пайпуху бафнул, и ЕСа нету там ничего. Со ЕГО не смогли ничего сделать. И с Леориком. Это очень хороший результат. В любом случае, АГНИМ сделаю. Буду если со стороночки как-то работать, а не в зацепе. О, ничего себе. Я не братан. О, вниз пошел. Да, так это и заявочка на зацеп. Ух ты, Юляш, как. Катайся, бро. Ах, топнул просто. Топнул, пацана. Доигрался. Соло геймер. Ну хорошо, снайпа подсейвил. Пойдет. Не сильно, конечно, подсейвил, но в целом... Он живой-живой, это главное. Главное, жив, цел, здоров. Хорошо. Чуть остается по кнопкам. Вот и два. Т2, гоу, ЕСа нету. Виверлинка делает. Не получается у меня эту комбинацию делать. Я мандали, да? Как да, сикар, это не достало. Догоняй, интересно. Должен догнать. Я пойпуху нажал. Ну, снайпер минус. Феникса нету вечно. Он даже... Блин, где твой уль... Где, блин, где Феникс бывает вообще? Че это такое? Фена вообще жесть, че за парень минус. О, боже, как я накосячил. Прикинь, иллюзия. О, хорош. Это печально. Нет, на этот раз я не ошибусь. На этот раз я не ошибусь. Я сам себе иллюзии заруинил. Прикиньте. Сам себе заруинен иллюзии. Феникс вообще не улетит, не хочет он улететь. Вон, на топе заберем. Делай, Март. Куда ты пошел? Войди. Что с этим пуджам? Он прям вот у него... Он сейчас за юлит просто и все. Уж такой, как ребеночек маленький. Пойти, думаю, перед сказки, короче. Сказки не былицы. Крупицы. Так, пойдет. Пойдет. Пятером надо, парни. А, нет. Два, три. Фен вообще не улетит. Вы видите ульт Феникса в замесах? Я не вижу. Вообще не вижу. Так, ДПшка есть. Хорошо, агоним. Агоним, если честно. Мне кажется, тут маловероятно, что как-то зайдет. Снайпер может шрафтмелью заруинить. Так, ну снайпер у нас одет. Хоть как-то, более-менее. Как-то более-менее. 17 ассистов имеется. Палка ВД это отдельный источник. Палка ВД это отдельный источник. Не будет ничего там работать. Если бы работал БМ на него, то нет. Если бы работал БМ, то работает амплификация. А так нет. Действует от ВД именно. Надо сказать, да. Давайте с каждым многоходовочку. Да. А, и чтобы он вешал на него. Вешай. Вешай на него. Вешай на него. Пусть вешает. Типа, знаете ли зачем? Чтобы чел это, короче, умирал быстрее. Многоходовочка. Сюда. Быстро умрет. Понимаю. Так, в этом-то и стратегия. Чтобы быстро дох. Кто-то там Кату нашел эту. Которая миллион лет там стоит. От снайпера. Так, в Лерико Дезоль. Да, появился? Ливертоп ломает. Линка почти. Пятером. Г. Если я ВД законтрию, то будет нормален. Не успеваю. Нахрен я ТП-кнулся. Я сейчас надумал на Юлу на первый поднять, а там Сала шоу. Там Сала шоу. Да, Пуш не укусил. Я спугнул, но я думал, я зацеплю. Сала хотел на глобалку садить его. Отходим, отходим. Боже, ты когда-нибудь ультанешь на своем Фениксе? Когда-нибудь ультанет он на своем Фениксе или нет? Будет исполнено. Сейчас дизарм кину. Не кину. А, все кину. Хорош. Там есть, в пене. Ужид снайпа. Брат, я не успел, сори. Из какого он быстро на ессе? Пуши его. Печки. Хорош. Все, что помогу. Ну, по идее, он не остановился. Я так думаю. Не успеваю я ловить его. Кто там в спину идет, боец? Ничего себе. Страшно звучит. Звучит страшно. Зачем глобалку я ухожу? У меня все есть. Я еще и побалуюсь с ними. Еще и побалуюсь. Гемчик бы взять еще что-нибудь. Гемчика еще что-нибудь взять. Ливератор, стоман, там линка. Линка. Стой на месте, стой на месте. Что ты делаешь? Это GG. Я хозе. Это за души. Рожь. Ливер тоже в инвизе. Это вот так. Это вот с руки, бедолагу. Рожь. Там в спине еще два. Так это плохо. Это плохо. То есть я с вивером подраться немножко. Так, таракашки на мне, да? Это плохо. Не знаю, я тут ничего не сделаю. Я даже не топнул. Даже не топнул. Даже не топнул. Блин, блин, жесть. Путш 1.16. Сейчас посмотрел, когда хипа ужас какой-то. Надо было попытаться дать. Блин, я опять... Ну, я просто не успею там нажать. Тут любая вариативность, чтобы я не сделал. Там пуш. Ой, пуш. ЕС, контр... Контор это. Контрл спелнул. И все. Поднял бы я его на ИУ, попытался бы раскастовать. Он бы успел дать мне ИУ. Наоборот. Другие какие моменты? Через первый в наглую дайл ИУ мне. Потом застанет. Блин, не выйти в этой ситуации. Что-то надо такое. Мы пятером должны драться. А, не. 3x5. Там ЕС, молодец, старается. Леорик. Это мы еще не в лейте. Ну, Сала мало совсем имеет Солринг зачем-то. У него 2000 маны Солринг. Зачем-то. Феникс тоже фигню собрал вот это. Максимальная бесполезная вещь. Снайпер красавчик. Работает. Снайпер, если сейвить. Давайте попробуем более сейвово играть. Сплиттером я просто максимально не попадаю. Аганим очень тяжело реализовать в целом на этом персонаже. Но если реализуешь, и если в пятерых, то это вообще пушка будет, парк. Это вообще страшная вещь. Вообще страшная вещь будет. Если реализуешь. Если. Если опять. Но это маловероятно. Маловероятно, парни. Но стараться можно, а можно попытаться как-то сделать. Как-то постараться. По-любому не один его сзади будут сейвить. Сзади сейвить. От дефа мы очень сильно можем стоять. Мне так кажется. Минус армор дадим ему. Лерику. Магикал резистанс и тушат. Сайленсер отошел. Что там вивер? Да у него линка, друг. Ну ты че? На пуджай вообще чел максимально странный. Так, не поймай таракана. Ой-ой-ой. Хорошо, я в сплиттера еще туда ссуню. Отлично. Пайпуху даем. Я там раскинул двоих по дизарму. Еса поймали. Как же у нас драки растягиваются, это жесть. Очень плохо все. Б, Б, Б. Но они, они то, что мы хотели, то, что они хотели выйти с ХГ, они это получают. Они получают выход с ХГ. То, что они хотели, они получили сейчас этот выход с ХГ. Выход с ХГ они получают. Хорошо. Пойдет. Сейчас вы туда сплиттера, да? Дейфимся от ХГ люто за счет снайпа. Если снайпа не отдаем, то получается хорошо. Next Hex, я думаю, сделаем. Прям максимально хорошо Hex зайдет. Будет исполнено. Отличный план. В исходе. Что прикажете? Чем могу быть полезен? Что прикажете? Что приказали? Отдефа, отдефа, отдефа. Так, 2000 есть. Можно на топ аккуратно пройтись, поспамить. Сплиттер, в принципе, неплохой был тем, что я на раздамаг кинул его. Ну, пойдет. Но в целом могло быть и лучше. Сейчас опасно на топ выходить. Снайпера, если отдадим, это ХГ. Снайпер очень много делает. Хорошо. Просплитили. Надо тут отходить. Hex зацепят сейчас снайп, это ХГ будет. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Hex сможем? Hex, 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 парни. Хорошо, я пайп дал, hex забираем. Отлично, просто неплохо. Так вот делаем. Туда же его, вот этого пацана. Хорошо. Пацаны помогут, да? О, прекрасная драка. Как же ЕСа я хорошо подловил? Ну, это на самом деле случайность была. Что так хорошо выловил его. Хорошо выловил. Давайте мистик возьмем. Hex сделаем. Если Hex сделаем, хорошо будет ЕСа цепляться. Так, ну, четверки, в принципе, отыгрываем. Четверки отыгрываем, парни. Его попробуем. Форсанем. Форсанем байбэк. Противоположную сторону, когда делаешь. Нажатие. Плюс АББ. ЕС. ЕС байбэкнулся, это плохо. Глобалка есть, все есть, да? Давайте попробуем. Вижен дадим. Вижен дадим. А тебе Раптура висит, парень. Парень молодой. Хорошо, пойдет. Не зайдем. Б. А нет смысла идти. Надо уже на базу идти. Просто на базу. В. Ну, путь идет. Это может быть чревато. Чревато. Территор оттуда закинул. Чем могу вытворить. Хорош. Дизорм кинул. Но Феникс не ультанул. Это плохо. Феникс не ультанул. Это плохо. Снайпер умер. Все умерли. Да-да. Как я и сказал. Как я и сказал. Как я и сказал. Как я и сказал. Все плохо. Лучше подхукай его или меня. Хорош. Пойдет. Или не пойдет. ТП на базу нет у меня. ТПшек. Феникс ульт не жмот. А Феникс ульт не может дать. Если б я сейчас не сдох. Мы бы сейчас задефили за счет меня. По факту. По факту. 50 секунд. Феникс живой. Феникс может сейчас лазером подпалить нормально. Раскинуть кнопки. Может он типа. Куда ты идешь? Отойди. Я сейчас висуру кину, ты сдохнешь. Спротаймент просто и все. Одна сторона не приговор. Но максимально непонятный тиммейт. И жесть. Кора нету. Сайлансер и снайпер только могут Кори нормально раздавать. И все зависит максимально от Пуджа. Который вообще не понимает. Как это играть. Играть эту игру. 17 раз он сдох. Он просто идет. И делает то, что ну не нужно делать. Это ужас какой-то. Серьезно. Делает то, что не нужно делать. Так. Ладно. Ну. Хекс у меня почти есть. Хекс почти есть. Пудж безогонима. Это печаль. Это печаль. Хекс. Не знаю поможет или нет. Я тут даже не крачей возможно рассмотрел бы в этой игре. Но максимально тяжелая игра. Максимально тяжелая. Потому что Пудж. Мидер. Вообще должен быть у меня был телепорт вместо стика. Чтобы уйти спокойно. И тогда ХГ будет точно они не зашли. Тоже. И моя ошибка тут тоже есть. Ну блин. Как бы дота командная игра. Но типа я хотя бы 18 раз. Но как на Пудж. Как Пудж не умер. Тупо тут в этом смысл. Пудж не понимает просто в целом игру. Тут как бы тяжело из-за этого. Фармите. Дайте Хекс выфармить. Крепы просто по 400 хп улетают. С прокастом. Ну а если сделать окторин. Так это вечные клайпы будут. Прикиньте какая мозгодельня. Тыщ, 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 тыщ. Главное чтоб меня не пришли. Принимать. На ИЕСе. На ИЕСах чуваки всякие. Адепт. Что там на руне? Иллюзия. Входим. Пошли план. Что вы расчет. Пойду топ в порману. Остается копейки до Хекса. Что приказали? Как могу быть полезен? До Хекса чуть-чуть остается. ТПшки не будет. Так и не знаю. Это плохо. Что прикажет? Что прикажет? Те говорит. Две сто имеем, да? Я очень далеко. И нету ТПшек. Прикиньте. Я как сейчас могу сдохнуть? Как грипп. А я так и понял. ИЕС уже вышел. Ооо. Это конечное. Это конечное. Это конечное. Печалька. Ну вот это макро ошибка сейчас была. Жесть. Бэйбэйк придется юзать дофармил Хекс. У меня только что был бэйбэйк, сейчас уже нету. У меня только что был бэйбэйк, сейчас уже нету. Это гэгэйк. Жалко, меня на дефе нету, парни. 40 секунд. Боже, Феникс когда-нибудь нормальный ульт поставит. Ну, для снайпера прям хайф. Если убьет сейчас вот этого. Нету бэйбэк. Снайпер скорее всего умрет, да? Блин, конись, блин, конись, пожалуйста. У тебя же все есть. Но я не буду бэйбэкаться уже. По 15 секунд. Блин, какой же токсик на пятом слоте сидит. Пишет вообще максимальную ахинею. Надеюсь, то, что я в чате написал, вы сейчас не поймете, что. Но там парень спросил, что он пишет, я ответил, что он пишет. Так что тут нет, не в этом смысле. Я понял. Хорошо. Что, будем цеплять? Поймал. Хороший. Где мы отдали? Пойдет. Почти хекс есть. Якурумагаз отправим. Как юлт дал. Юлт дал. Дай кнопку дать. Не дает юлт. О, курс бриллин. Вот что это такое. Хекс не дают доделать, парни. Хекс не дают доделать. Ладно, фармим. Я хорошо, что не байбэкнулся. Золото есть. ПДшка идет в наглую. Это что такое? Это тоже линка. Но что ты даешь такое, да? О, каска. Прикиньте, прилетела. Голиора хотя бы, я не знаю. Так, сделаем. Хорошо, дезарм есть. Леора законтрили. Отлично. Стой. Это у пацана убиваем. Хороший. Он аганим собрал на Фениксе, но он никого не берет в яйцо. И флеймит всех по КД. Вот фен, конечно. Я низ. А, не. Вот так сделаем. Сюда. Хекс. Почти. 30. Куропок заберем. О, а человек такой поломанный был. Пушьте. Хороший, так сделаем. О, давайте пофармим. Раз таки этого хватит. Хороший. Пойдет, есть Хекс. Все-таки без пуджа не можем мы, да? Это иллюзия. Это иллюзия. Так, у меня есть кнопки. Зайти вообще максимально не можем. Черт. Мне бы как-то цепануть. Го-б. Я не буду танчить, бить нам. Чем могу быть полезен? Рошаном. Рош. Снайпу бы офигенно было бы. Бейте. Я на цейве. Если что, пайп нажму. Будет исполнено. Все равно ауру не даю Рошаном. Если пойдет, да, сюда? Пойдет. Чем могу быть полезен? Отличный, Флорош. Я готов. Берите. У меня агент. Сыроек. Гот дефа. Что прикажете? Слушаю и сможете. За наших бредов. Они не пройдут. Готи сюда, парни. Мид, все равно сейчас мид просто уйдет, мы не сможем пушить туда. Они что, там зажались? Стоят. Зажались и стоят. Надо в спину отойти, позиционку выдержать. ЕС прыгнет, ЕС и сразу за хексим будет нормально. Куда ты идешь? На руки. Пушит Эриал сделал вот Нью Джелли, вот не хочет он так вот аганим делать, прикиньте. Вообще не хочет аганим делать. Снайпер Бориза. Там кто-то был. Блин, мне не хватает на самом деле мобильности. Лерика хоть и подконтрили разочек. А как бы это сильно не решает. ЕС на низу, да? Все. БС. Хорош. Пуш. Пуш не отработал. Печалька. Так, сентрики, отлично. Сентрики поснимаем сейчас тоже. Надо аккуратно держать позиционку, чтобы хорошо расплитить. Сейчас от этой драки может многое решиться, на самом деле. Многое решиться. Этой драки очень многое может решиться. Вот так дадим. Лежних пацанов. Леора, я под душем. В байпе весь просрали. О, Леора вытяну. Леора вытяну. И заберем, да? О, забрали. Хорошо. Лэп. Если клэп, ну хорошо, то... Ой, найс. Ой, хорошо я сделал. И в БКБ дизарм. Все, сикер дизарм. Хорошо. Снайперу помочь. Есть линку сбить. Кто там? Пуш. Ту. ВД, ВД, ВД. О, хорошо. Хорошо, снайпер. Ой, как хорошо. Драка прекрасна. Ой, она пуджа засейвила еще вот это вот. Который мамку трогает. Сделаю, брат. Миссы. Есть. Хорош. Пушим и низ. Топ надо дефнуть. Топ надо дефнуть. Пойдет. У меня хекс есть еще. И низ отлично подпушивает. Блин, вот эта драка офигенно зашла. Гоним сейчас через БКБ, зарешал. На самом деле. Души его. Делим. О, найс. Этериал. Еще, не будем забирать. Низ у нас топ крипы ломают. Вообще жесть. У меня нет телепортов. Топ падает. Парни. Снайпер уходит, мы доломаем две стороны. Хороший план. Не хорош. Где ест-то? Иди отсюда. Надо уходить. Тодай выйти, да? Сплетить не буду. Второй откатится за сплитом. Можно будет сплетануть. Это отличная драка сейчас будет. О, GG двоим. О, вот это домогнуло меня в БМ. Ничего себе. Но минус два этот дезарми. Жесть. Уйдите. Б, 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 б. У Фена ульт почти есть. В принципе, живет, по идее. Ультанет. А чаш спиритов не раскинул. Собьют. Собьют. 80 секунд реза. Низ мы не доломали. Вот это лютые замесы. 60 минут игра. Жесть. Снайпер если умрет, будет очень плохо. Ломай, 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 ломай. Мне кажется, сломает сейчас тут. И вот это можешь сломать. Они все далеко. Уж. Они далеко. Он сломал бы. Зря тып дает. Так, у меня 300. Есть еще один слот. Не кратчей было бы хорошо сделать. Офигенный сплит был. Прям нормально. Сикер там не знает, что и в БКБ вешается. Они не кайтят его. Сейчас попробуем окторин сделать. Давайте тревел этот. Разберем. Разберем свой аркан. Хекс у нас есть и тревел. Будет очень хорошо. Yes. Yes. А че, не видишь что ли на сале? Осуждаю. Ой боже. Это трэш просто. Б. 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 Куда ты идешь на сале с такими хп? Ля, вообще. Просто. Просто чел на сале умирает в 18 раз, к слову. Но Иеса забрали, да? Или нет? Иеса не забрали. Это жесть. А где мой трэвел? Я же покупал рейси пи трэвела. Что приказали? За наших проектах. Я готов. Ну. Чем могу быть полезен? Другие силы его, силы его не было. Так, гоу. Вот такой вот у нас билл получается, ребят. Дожать бы эту катку. Б. Зажмем. Вместе надо. Снайпер сату собрал. Снайпер красавчик старается эту игру не отдать. Нам бы по топу вообще пойти. Отличный сплит будет. Он там вниз армия бегает, не знает, что делать. Я за Иулликс по-любому знаю, что там все залит. Это можно. Льварика еще расстреливаем. Но кнопок больше нет, снайп. Кнопок нет. Мне тут нужно в выживание играть. Просто сурвайву. Хорошо. Интересно, он зацепил, нет? Чего же? Нет. Не зацепил, печалька. Вон. У меня хп очень мало. Вивер один живой. Есть. Супер байбэк. Хп совсем нету у меня. Будет исполнено. За наших предков. Слушаюсь, можете. Они не пройдут. Ломай просто. Отличный план. График и честь. Будет исполнено. График и честь. Они не пройдут. Слушаюсь, можете. О, я весь отдал от сейв. Ну, выживу. Да, хорош. СПС. Хоть первый раз феникс этот флеймерский внес импакт. Ребята, ес, 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 ес. Ес идет. Ес идет где-то здесь он. Гой низ. Низ, 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 низ. Низ, парни. О, да ладно, еще ес там затянуло. Я пушить буду? Или не буду? Го парней сейвить. Сплитую туда. Минус сплит. Плохо. Плохо. Хекс даю. Хекс дал, брат. Застрелишь? Застрелишь его? Куда ульт? Ой, снайпер, снайпер. Я подзапотел чисто. Решай, ес, делай. Побайти. Нет, не побайти. 60 секунд. Но надо доломать третью сторону. Снайпер куда-то там побежал. Надо низ доломать. Снайпера нельзя отдавать аккуратненько позиционочку. Держим. Пойдет. Столько косяков в этой катке. Это просто жесть. Так, ес, хекс отдаю. Хорошо. Ес, хекс отдаю. Здесь так, деремся. Там сатаник на Леорик еще. Там Леорик сатаник и сии. Это жесть. Так, есть. Я их отзонил. Но оставляю духа на минус армор, на резисты. Снайпер в упор подходит. Ты че си? ГГ. Жесть, ребят. 68 минут. 68 минут с флеймерским, с флеймерским фениксом и с фидером уже 21 раз. И 18 раз Сало умер. Это вообще жесть. Честная игра. Оппоненты расслабились, я считаю. Очень хороший камбэк на четверке сделали. Уууу, жесть. Если бы еще вот этот парень постоянно не писал про мамку там и все такое. Ненавижу таких игроков. Запомните этот никнейм. Луна, земля какой-то. Он мало делает. И в принципе один единственный раз он что-то сделает и вот здесь вот засейвил. И это релиза решало. Красавы. Молодец. Снайпер отлично сыграл. В целом, ребятки, на четверке. Я надеюсь, вы поняли, как заплеивать. Жалко, что с Акторином не сыграл. Но катка потная. 70 минут. Я думаю, в принципе, к просмотру хорошо. Остается у нас че? Остается керри катка. Next way у нас керри катка. Поэтому let's go играть в керри. Играть будем на первой позиции. Но я буду сейчас в керри катке говорить, что я буду играть на четвертой позиции. Но потом все равно как бы соберусь в первую. Пойдет. Погнали next way. Так, ну что, друзья, загрузилась у нас каточка. Сейчас мы пойдем Тауреном в четвертой позиции. И что я хочу от четвертой позиции? Конечно же, я хочу что-то типа какого-то актива вместе с командой. Чтобы было прям интересно. И главное еще, главная проблема для Таурена это то, что персонажи некоторые думают, что у Таурена первый спейл это сон. Ой, сон. Ну вы поняли, короче. Это стан. Они думают. И постоянно говорят, дай стан. Или начинают бить в твой сон, когда ты пытаешься раскомбинить. Сбивают всю комбинацию. И ты не успеваешь сплиттером всю эту тему поддушить. Это на самом деле очень-очень-очень печально, ребята. И вообще жесть. Очень тяжело вот столкнулся с этой проблемой. Вот когда гайд пишешь с тем, что ребята вообще не понимают, как работает этот герой. Но надеюсь, сейчас вы то, что видите видосик, уже немного понимаете, как он персонаж тут работает. И что с ним нужно делать. Далее. Смотрите, ребятки. Что я хочу от четверки? Первая катка у нас четверка. Вторая кор. И третья. Она фановая будет. Интересная тоже не менее. Поэтому, ребятки, сейчас будем стараться сыграть на четверочке, как надо. Возьмем курочку сразу. Пойдем на нижнюю линию. Будем вот здесь вот подстакивать. И стараться выходить. И с помощью инсистрала задушивать, так говорится. Задушивать. И будем проводить время, так сказать, в пользу. Надеюсь, команда будет активной. Потому что, если команда будет пассивной, крайне тяжело играть над Чифи. Когда пассивненькая команда. Но в целом, надеюсь, видосик будет хороший. По контрпикам, братцы, у нас что? В принципе, этот персонаж, он контрится очень легко. Каким-то количеством большого урона там. Да даже не большого. Просто обычный физикал дамага. Вот магикал дамага, физикал дамага. Она очень сильно контрит этого персонажа. Блин. Берет Рики после двух контрпиков лютейших. О, я чувствую, мой кор будет уже просто прекрасен. Вот такое дело, ребятки. Там Урса какой-нибудь будет. Клоквер, который ченнелинги сбивает постоянно. Будет крайне тяжело играть против этих персонажей. Потому что они будут просто очень сильно моросить. И не будут давать ничего. Абсолютно. Так что вот такая проблемка будет, ребят. Смотри, уже очень сильный пик там. Вот просто двух героев. Это реле очень-очень грозно. По Затару, я не знаю. По Затару Таурена можно качать по-разному. Если честно, я пробовал многие разные билды. Через первый, второй и плюс Солринг. Либо через Аркану. Ну, лучше Аркану, так как мы в четверке играем. А когда в коре играть будем, скорее всего, будем в любом случае юзать Солринг. Для того, чтобы как-то была мана. И чтобы можно было раскидывать способности. Очень хорошо. Давайте напишем четвертая позиция, низ. Лайн, парни. Четвертая позиция, низ лайн. А у нас фармить некому, смотрите. Просто Рики один только фармит. Этот на мид пойдет. И вот эти вдвоем на топ. Ну, такое, я не знаю. Фиг у нас намного слабее. Ну, посмотрим в целом. Игра, в принципе, будет, наверное, нормальная или нет. Так что такое. Хорошо. Так, есть. Погнали. Берем курочку, парни. Курочку берем ребятам. Возьмем вот так ЦВ. И все, наверное. Возьмем вот так вот, цирклетку. Погнали на руну. Ага. Все, давайте все вниз пойдем. А еще нет. Все вниз. С лечом стоять будем. Замочу нику, пацана. Нику, пацана, замочу его. Дай. Надо будет топорик взять. Я готов. А зачем тут Рики? Я готов. За наших предков. Попросим, даст он ветку. Нет. Будет исполнено. Что прикажет им? Отличный план. Понял. Что тут такое? Таурен в лече. Так, можно смело забирать руны. Что там под станом? Найкс там. О, но Найкса будет тяжело убивать. На моем-то герое так вообще нереально. Но у них пика намного лучше. Намного лучше пик. И мне кажется, состав там получше. Потому что играем ТБшки. И, к сожалению, ТБшки сейчас так распределяют. Что просто жопа. Блин, вообще тут надо по большому счету мне фармить. И выходить в коры. Я возьму. Я возьму. А, я понял. У нас тут драка за монету будет. Драка за монету будет. Слушайте, ребят. Ну, если такая ситуация. Может тогда в коры попытаться выйти. Типа, я вообще первую катку хотел в четверке. Но кому тут? Кому тут? На четверке как бы... Да. Давайте. Давайте тогда будем фармить. Давайте тогда будем фармить. Первая игра... Ну, я поменяю местами тогда. Первая игра у нас будет... Первая игра у нас будет четверка. А следующая игра будет у нас, конечно же... Поргейминг. Хорош. О, найс. Первый, второй возьмем. Сейчас топорик купим. Хорош. Погнали. Стик и топоридзе. Давайте попробуем тогда в кору. В первой игре. Ну, как в первой. Будет второй. Давай. Стик и помоги. Помоги бабушке делают, да? Дальше не пойду. Дальше не пойду. Спека, ты что с такими хп тут ходишь? Куда идешь? по идее должен забирать ее 2 раза стик нажимает типа он его спасает ничего там не спасает а я еще и сдохну сейчас да еще и сдохну сейчас лич красавчик вообще дает в четверке максимально импакта вот нормальный парень вообще делает это там стики пока джмет как будто знаете это выглядит так как будто стики всегда там флова и стики пока джмак и вот апаридзе есть берем 2 фармин если блич умел подстакивать было бы круто подстакивать на руну сходи близ линия запущена вообще тут по кд можно убивать эту спектру эти пользоваться комбинации на четверке к сожалению мы тут с личом стоим як профессионалы через фазы сыграем до кора тут выйдем скоро выйдем на нижней линии стоим кайфуем или когда вот так вот саппорты делают вот так вот он пытается типа под армию знаете бьет этого еда выгнали спеку до слайна сапог есть возьмем кноп где-то примерно 3 за племян пришел он понимаешь тут не варик стоять вообще зевс руны нету пусть крипа пройдут я выйду не хопать сильно далеко не часто пок пойдем возьмем сразу а лич крипов начал кушать красава красава берем еще раз 1 это смерть стопроцентно стопроцентно хорош с личом разбираемся то давайте соул сразу возьмем пересол будем core build ребятки через соул и далее душа даже ты говорит он так думает что это паровку билд будет думает это паровку билд будет не хватает маны так потому что целый ринг не пришел вот и не хватает next файзы и арбан еще желательно часто час лес вернем подстакаем инвиз нафиг этот инвиз не нужно нафиг этот инвиз не нужно давайте подстакаем подстакаем это раз это два погнали об хорошо застакали если вы лично где было бы просто прекрасно и по можно было подстакивать плюс выходить потом сейчас арбу наверно возьмем без фаз фаза долго будем тырить тарить перед тарить она из добиваем круто он будет меня всегда теперь тролли когда я буду крипов пропускать да вот если бы я троллил брата где варды скобочку поставил обратную брата где стаки скобочка обратную постам ненавижу таких игроков токсики это токсики стоит еще авто оттачит просто вот парень наверное знаете такой вот типа вот я с ним стою на лайне он знаете как себя позиционировать типа а какой-то таурен дурачок думает наверное что типа затащит типа на самом деле типа сосировать массировать бы так дождись меня хорошо кустики пойдет пойдет сейчас еще 1 2 будет так читам успехи по хп хорошо можно больше с напасть сейчас у него пойдет мс рож лишь раздамажил бедолага спектра потеет максимально сейчас 3 начнем качать забавно но хоть тут он хотя бы меня скобочку грустно не отправил что типа я крипа не добил они пойдем просто к база на секере хорош идем стакать сначала этих бьем потом туда отходим за племя хорошо сопли именники как говорится отлично еще раз подстакали сейчас линия уйдет кто там и подает упадем с пришел жалко хила нет у меня а кстати здесь походу на руну больше на руну пошел по ходу нет на лайне печально 240 урона типа это очень много сейчас еще раз так сделаем за комбине и вот он чат он пошел до сломаны хороший погнали опа на этом маны будет кучей кучей лопой бопой 200 урона стой хорош есть задушил пассивку беру 107 пассивку рож через таки очень кайфован что на четверке что единицы нормально корму не зря тебя авто атакой парни шнайсова авто атакой лупит не стакает класс хоть не не стилит поднесили стилит не пытается а сикера я стати убью можно пойти попробовать там ребята душа до 0403 вот это пацаны погнали сейчас выйдем на line сидер сперка они могут подумать что типа а изи потауриан чё там а мизит тавуриан какое-то так вот сделаем погнали 350 урона достойны боже как же этот бс обосрал мне сейчас все давай обосрал просто у меня 350 урона чел на бс мне просто все засрал максимально кидая траптуру я бегу пол хп спектру могу спокойно забрать но не могу из-за того что блин раптуру кинул не могу двигаться как бы можно было бежать как дурали блин стаки мои все сейчас заберут ребята пайс в сура добивая дачи то стаки мои а чо аксу плохо что осуждая осуждаю хорошо подобузили но все равно не догоняем печально ребята печально таки у меня забрали урона сейчас у меня не будет урона не будет первое что мы соберем это скорее всего лотар сейдж лотаром по кайфу с лотаром вообще по кайфу они не пройдут как говорится браконьеры а максик слабенький походу до секс слабенький гол подстакаем старкой пацаны тут не поубивали нет нормально стакаем отходим можно будет сразу сейчас блин как же долго не выходит хорош через шифт накидали я дамага придет брат поговорим господи тут не про станем пойдет боец и задушил быстро стаки делаете и пользуйтесь ребятки этим обузом ваще пушка лютая погнали еще подстакаем и потом просто зафармите это и вся и проблема они наверное думают ребята такие откуда столько урона ну да шо такое это бак это бак 85 карта играйте 83 она бага на 85 только раки играют на 85 это жесть просто я не подставка не то не то да ну то хотя бы подстакал пойдет так вот эту штуку есть погнали на line пока регенимся пока что регенимся парни отличный план говорит и плохо неплохо будет исполнена третий почему играю без ультимейта спросите ну потому что пока без ульты я думаю самый смысл я в принципе пока фармлю берусь я редко берусь я редко если драться в миду иван любого убью на топе любого убью на низ никто не выходит акса задушил его и я и сейчас подстакаем подстакаем вот так выводим подним сюда line за фармом я хочу лотар сделал от ар вообще где-то примерно к десятой минуте все сделаете это отлично вообще там такие бэкстэп вы просто можете соло убивать самое кайфовое что и почему я собираю лотар потому что третье она работает когда вы в инвизи даже и она очень сильно вас бустит так вот это вот туда давай 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 но я не успеваю да никак до 50 7 6 5 4 300 прогулян а тайминги от считывает чтобы примерно понимать когда пропадет способность вниз никто не выходит вообще просто там дикий бычок живет из-за этого не наверное запрятались печалька сейчас тут стакнем можно было еще этот кемп вводить когда-нибудь и на моем на низу будет говорится когда-нибудь у вас во дворе там будет радость короче просто фарм я просто тупо пока что фармим ребят лотар сделаем если что будем от пашек подплеивать раз уже лотар сэйдж почти есть пассивку почти тоже замаксил почти замаксил 70 процентов имеем ребята и без меня в принципе там справляются до а 10 нормально пацаны сейчас в принципе спектра пусть по фармит да мы в лес нырнем сейчас просто ком все три кемпа через шиф выделим все три кемпа бэк стебнем выйдем давай давай дальше она вряд ли пойдет кто-то т.п. сакс т.п. 6 лотар лотар дальше не пойду найкс еще тут а чего вас там так много я даже думал прямо на вставочку сейчас разгонюсь так много я не понял найкс еще пришел ладно зевс зевса я не видел нет мха у меня найкс тоже пришел как говорится ребятки как я и говорил ранее пацаны типа знаете такие никого на низу не то пойдемте всех пятером сразу и тут я такой хоба вообще идеально было бы здесь вар ставить давайте так и сделаем это дропнемся уру туда сразу я вот здесь в арт ну пойду и буду аккуратненько зафармливать как раньше видели акса просто сразу почти ваншот но жесть это еще не фул стаки здесь то есть можно тут примерно 5 стаков кататься играть и типа уф там просто жесть будет нет ура летит туда ура летит туда товарищ мой маясья тут имею хорошо имеем хорошо хорошо можно солд ринг не жму потому что я в принципе зарегению это все 1200 далее что мы будем собирать скорее всего будет что-то типа на с типа возможно манта я обычно манту собираю можно манта вообще думал насчет бф прикиньте такой дамаг лютый будет такой лютый дамаг будет хорошо тэшку забираем уходим поставьте погнали спеку ультует лоу хп этом соло разбираются да на топе б.с. за наших предков пойдем подальше до вставляем духа убегаем 1 2 3 хорошо максимально далеко убегаем аля чё там чё так долго побежали но я скорее всего не успею до так 150 урона принципе для б.с. должно хватить где он тут вот хорошо сорвы умер армлет сикер серьезно армлет сикер забавно хорошо 1 как вы заметили в керри билде я не использую ультимейт вообще то есть его даже не качаю в принципе керри билде она так и есть нормал хорошо есть погнали дальше в кэмп и давайте вообще сделаем сэнш вот так он маену пойдет возвращаемся к своим исходным полотом крипов очень идем за фарме внизу я хочу б.ф. тут собрать еще можно и отхил какой-нибудь и сделаю щепа кайф там на x еще блин проблемой будет да x проблемой будет на x проблемой будет пока что все ровно в принципе так есть silver silver это дополнительная дамага еще плюс я замедлить смогу соберем ульт пригодится все таки начнутся кинуть такие файты и мои ребята будут проигрывать а я потом выйду и просто до душу их дальше будет нормально на их сочетом кстати 10 на x где-то он ходит либо он где-то хоть либо стоит а пока на что 8 левел у меня 13 например 6 ребята душатся или нет спека прыгает в 19 6 прикольно делает часто к и мы уходим парнем ну ребята на меду не сейчас будет кто-то по-любому дефить давайте закинем тогда когда увидим внизу кого-то нет станет ходят прикинь не отходят ладно сейчас так и мы погнали внизу по-любому что кто-то пойдет дэк часы тп-шки будут зус идет ну а по 6 секунд движена но он сейчас будет меня уже видеть 270 брат бегу а вот ваншот будет просто хорош бэмчик ходим кнопку он просрал на сикере сейчас еще я сделаю вид что я убегаю типа знаете и на самом деле я сделал еще второй заход него там бэм правда это плохо бэм это плохо слушаю спорта что прихожу отлично план будет исполнено но хорош дошли бедолагу промахнулся она тоже за душ с пацанами работаем тут пацаны нормальный шарит от хил какой-то хочется вот который может кикнуть всех есть там акс вообще непонятный 0 9 011 спектра понимаю 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 альки давайте бфюс сделаем принципе core build почему нет бфс арбу можно уже скинуть она мне в принципе не нужна я куплю снова топорик пусть будет раз регенерация есть сикера тяжело пробивать все-таки армор его плюсовый решает решает причем неплохо на низу спека на бфс бежит и там дух уже рядом да сейчас подстакаем хорош нормально 380 урона две тычки две тычки это грубо сейчас еще одна драка вы дождем silver погнали пацаны там драка вообще люто драка лютейшая до спека спеку прям под тавр можно зайти этого ничего нету я быстрый отмена 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 так можно баловаться короче можно даже на телепортах образно сюда стелепортироваться дух дойдет рассчитывать тайминг этот жесть тут на самом деле такая интересная механика получается в этом билде что это просто жопа это просто жопа все погнали в вот так вот делаем лежали ребята пока просто квадс там акс в лесу был целом пока мы сейчас побежимся может и бояться найдем сейчас ахаха че там девардит экспонент это так 8 6 5 4 3 секунды 2 и 1 все нет смысла там в кэмпе да походу это никого осуждаю ладно почти есть бф погнали фармить дальше зависит команда сейчас подраться еще по кайфу будет я далеко я далеко ребята сидят там то что нужно победить это то что нужно так у меня крипов кстати не до фарм я балуюсь вот этим обузом да тут лесном лесным обузом вот так выразим сам пользуюсь офигенно когда вам саппорт под стака это вы просто выходите даете 2 выходите на лайн никто не будет ожидать вы задушиваете с большим уроном чем больше стаков тем лучше делаете обход и убиваете всех сейчас бф сделали и чё-нибудь на скорость атаки сделаем кп в принципе у меня достаточно 1600 silver дает очень много хп замедление тоже есть можно делать вещи делать как говорится слушать вождь будет исполнено хорошо так делаем так делаем за тэшку зайдем сейчас максевич идет дух уже рядом да 2 тычки просто просто две тычки но можно спалить когда-то урен под вами за атаках чё за атака брата бузы ссоре что за атака две тычки просто две тычки ребята там дефиться будут или это мне кажется подфармливает мои кэмпы так бф я сделал x вышел поехал на икса я тоже за пару тычек убиваю там на и кстати заряжается чуть чуть заряжается есть дух уже тут ну это печально мой загрел хорош для тычки а ты на меня кинул да я понял на меня на пойдет но на самом деле загрел он четко четко загрел пойдет задушина боец а задушат тоже псы задушат пацаны сейчас зайдут закончат наверное эту каточку в принципе я сделал бф сейчас еще пару артефактов и билд можно будет закончить интересно на самом деле приколюха получилось с этими обузами стаков это прям имба поэтому пользуйтесь ребятки это реально прикольная тема на на самом деле чип таурен это сомнительная тема в принципе есть героя многие многие герои принципе сильнее чем сам по сути чифтейн но сама приколюха его ну вот это сама приколюха вот этого персонажа том что он снимает армор при этом родной весь допустим вот реки мару 11 армора вы спокойно эти 11 армора снимаете прикиньте бэк степайте просто под минус армором такой лютый сильный бэк степ получается если через лотары это очень круто поэтому как бы смысл таков что душить этот герой может блин найкс вообще крип найкс это крип кстати на x есть крип волк так берем бэфиус я наточил топор говорит и берем тп шкаф хорошо я наточил топор говорит можно больше с и кэмпу зафармить но дамаги не будет тогда что маги не будет тогда ребята зажались в хг пацаны зажали вот это плохо когда в хг зажимает потому что и может до конца юзать героя так вот так делаем самое офигенное что вот этот кемп который я постоянно вот тут ударяю он регенится за счет сатира на счет сатиры регенится я готов на ли поставить будет будем бэк степать больно они наверно не выйдут никто не выйдет я понял 450 урона у меня я там не раскликаю гол через комбинацию сыграем хорош basic пришел basic ушел за этим я не пойду ничего не делает но на x да там что-то пацаны там как-то не удалось у них хорош зацепил лопнул просто рож так бы я в студию как говорится в студию я пушить не буду тут хочу core gaming но тут блин не знаю если только мы несколько раз по фиде только тогда core gaming нормально пойдет а так принципе зэ так принципе хз чё там лить кстати 526 у меня ассистов даже больше чем у лича вот он всем смысл скобочку надо поставить вот он смысл пар вот он смысл вот он смысл ребята фидеть начали отдыхать хорошо хорошо сейчас наверное купим домик че круто было бы молнию сейчас сделать чтобы знаете вылез с инвиза по кайфу напихать просто все давайте молнию сделаем молния стандартный артефакт который позволяет раздамаживать стандартнейший давайте вот так сделаем боятся дуршанули не знаю боец на что рассчитывать когда бежит на теник понимаю не понимаю парни кто-то на на x залез к него три тычки спрятался спрятался парень на на x не удалось не удалось не удалось чё-то то арена а.б. вообще на урон имбовый брат вообще обоев шоке а.б. вообще имбаланс что-то таварин какой-то читерский получился таварин читерский жестом вообще посорить 014 значит леса не 475 712 ужас ужас какой-то у нас как есть так тут под стаканом таварин какой-то а.б. погнали а.б. там дух рядом уже да хорошо сейчас нас такая как раз стакнуть ну это такое на самом деле я сейчас могу тут сдохнуть у 500 урона тут центре поставил кто-то сейчас я короче спалился под этим под вторым под болтом надо было найкса бить найкса не варик бить найкс все равно такой себе горым пейдж денег подставлять с ней даем давайте пацанам даем шанс на камбэк и будет интересно играюще дальше блин 500 урона было прикиньте как можно было сейчас раздамажить вот опять таки кого там бить зевс зевс не подставился зевса если там зевса мне кажется с одной тычки убил бы радик купил если еще бкб хоть сделать у прекрасного сейчас также будем плей почему нет найкс видели там отлетает но отжирается очень сильно найкс все таки это найкс куда найксу как бы это урина смотри срисы да прокат дай прокат дай прокат все равно сдохнешь а так может выживешь прокат не дает прокат дал бы было бы круто нормально вообще бкб скорее всего тут придется делать на самом деле у меня вся катка на то время площады беготня вот это влево-вправо хотя хочешь хочется travel сделать пацаны travel хочется сделать найкс без баша идет сикер там нормально кстати чувствует себя в игре так соларин мне в принципе уже не нужен ману мне не кончаются потому что я не юзаю пока дешком я могу быть полезен говорит боец с родинцем это конечно страшно эти форма ним одного единственного крипа внизу чат зафармин пятером вас в тиром ну что придется бкб делать бкб мне вообще пофиг будет на все не агри не агри и кнопку не хочу сломать вот хорошо хорошо бы с чатом бм армалет до внизу парень стоит привет стоит что ты делаешь ты делаешь боже какой же чел на леча зачем это сделал чел на ли чеками сладость ломаем подаст таки ломаем парни стаки тогда понял понял леча но я думаю вы сейчас ребятки немножко тоже под расстроились этого мула что лишь сделал она еще просто каем еще просто каем стопа был был рассмолниваем молнии бкб скорее всего бкб сатаник что такое надо будет делать хорошо я в лесу буду сидеть сейчас игра уже интересная пойдет сантрики начали ставить парни там так тут нету да игра интересная пойдет у меня 35 минута вообще на самом деле ничего нету с этой беготнёй тебе фармил я бы больше имел любом случае парно больше бы имел папа не лиц называется да сейчас начинает катка такая интерес приобретать сильвера я прям нормально и добавлю стой курочка дух вернется брат хорош три тычки спектре просто тупо три тычки спектра спектра три тычки называйте ее под бэкстебом плюс армора нету дух вернулся все задушено ушка прямо хорошо сейчас на вставочку как бахнем прикиньте ультру какой-нибудь можно все знаете как сейчас не подстакивать а в драке принципе четырех персонажей если я уберу это способность у меня будет плюс 200 200 урона это уже очень хорошо это получаться 300 360 уже будет у меня урона просто если даже без крипов поэтому гол попробуем попробуем почему нет попробуем надо забирать на его тут мы же кор правильно хорош арбош драка начнется про бафа им все можно кстати с иллюзией иллюзии кстати я не уточнял как работает 2 спайл вообще по идее должно считаться как закрепа иллюзиям надеюсь тут нету никаких багов с этой темой так есть вон допустим вот так вот делаю в троих закидаю да будет нормально оба с настоящих прикинь бс какой силач без вискид сус парень какой вискид суски делает минус 3 просто с пару кнопок минус 3 сразу с пару кнопок тараска неплохо неплохо кстати может быть и такая заявочка на гг пацанов сейчас перебазируемся захилим сам в ахил и подеремся 250 урона хватает бкб надо будет сделать бс можно будет пробить вот так сделаем башер башер блин башер кераса мбкб тут никто собирать я соло тут могу задефить я зайду если сейчас правильно нажму все кнопки нормально пойдет капельу то улетели себе кто-то помог еще идите не сейчас напишет соло там да я все раздамажил он забрал до чисто такой чесвы и было бы бкб кстати двоих был споркой бкб бкб забрал давайте бкб сделаем там бм вижу бкб сделаем бкб все-таки нужно чтобы бм и как-то убирать все-таки там бм и бм и обисал если сделаю блин армора не будет но зато очень много дамаги будет типа знаете я могу прям люто так раздамаживать прям серьезненько как бы я хоть сделаю ребята все равно за бкб никак нел звук и бы никак ак центральную сломаем пацанам чтобы знали дираки зимой хорошо вот это они себе позволяют вот это вы себе позволяет хорошо на топе найкс отдушит бс 11 секунд я ждать буду пока все выйдут я пушить не буду хотя это неправильно ребятки неправильно эта катка сернана контент игра что они все сведят бс потом соло не задеванный второй стороны теряет хорош ps идет душить play ульта спеки еще нормалин там сейчас драка будет да ульта полетела спека минус сразу заказ у мадам брат амплификации кинул а тут заказ у мадам большой таурен брат на базу успеваем я урудал пацанам они его задушили байбэк но еще пацаны байбэки жесть очень на вставочку интересно будет тут такой знать чтобы можно было прям зайти как раздамажить манту кстати я тут так и не сделал в любом случае можно быть еще задушить не проблема сейчас можно было бы шарт сделать до в к башке просто давайте шарт сделаем посмотрим как будет душить как бы душить и 800 еще тут пачка крипов часу тут будет где-то приблизительно приблизительно есть хорошим лесочек лесочек забираем 3000 4000 будет пацаны пошли соло боится сикера боишься пикера пикера боится саритель бежит пушить 3 200 на не хватает не до шарда здравствуйте а я вас убью можно зашел как говорится в кэмп и зафармить но и зафармил крипа дополнительно выше хорош есть шар шарды боятся пацаны бегут пушить про на это на самом деле катка получилось парни но в целом какая есть такая есть пацаны даже могли принципе камбэк над я думаю думаю могли они камбэк мега крипы 43 минуту если честно даже и не воспользовался нормально билдом но в целом я думаю вы понимаете что в принципе как работать в керри таурене после аурене керри в принципе думаю вы поняли но если честно лучше в четверке пацаны лучше четверкой пользуйтесь четверкой куда интереснее кажется четверкой прям какой-то импакт знаете рики мом и дезоли нормально собрался мы дезоли царите как душу же есть задушили но керри катка и сейчас на ребятки такая плюс-минус но странноватая на самом деле получилось и не было никакой такой интриги тут в принципе в каточке но подушили анстапа был был как говорится сделали на керри таурене каточку остается у нас фановая ребятки и четверочка каточка погнали next его смотреть итак ребят загрузился нас крайняя каточка на сегодня это фановая катка что я хочу от фановой катки если честно фановой катки хочется хочется очень этот как его хочется дамаги много много дамаги много дамаги хочется собрать и конечно же раздавать красную панду нет я не ног не играю на красной панде я не умею в общем центральная линия тауренчик и будем задушивать будем раскачиваться по определенному я подскажу что надо раскачивать и сейчас пойдем задушивать играем через bottle и full ms full ms что подразумевает соберем ну ближе к лейтгейму конечно это travel в начале это фазы и конечно же соберем манту манта на ms и далее начнем просто раздушивать возьмем там еще башер просто но много дамаги будет молния будет в любом случае третьим слотом молнию молнию возьмем третьим слотом и задушим ну почему вы заходите ко мне на гайды о боже ребята вы пожалуйста если вы хотите вот вот так вот заходить в игры вы всегда пишите мне заранее хен привет это я я в банк буду кидать чтобы не пускать вас в игры потому что сейчас когда люди заходят в игры вот так вот они сразу же максимально теряют игровое зрение они видят только одного игрока в игре это стримера и все и они бегут за ним убивайте так что пацаны я буду кикать банить кикать банить буду ну да ладно еще страшно парень зашел парень зашел в год центральную будем игнорить типа от нее потому что типа ну запарили сейчас знаете почему меня это очень сильно напрягает потому что люди когда вот так вот заходит я им должен внимание уделить а я внимание уделяю вам всем поэтому держи в курсе ой зазнался очень своя да да что хотите говорите господи я вас умоляю я работаю сейчас на камеру как настоящая веб камщица так что не в пм там не в игре где-то я в игре даже чат не читаю когда записываю что-то поэтому поехали блин да опять берут вивера да хватит брать вивера невозможно блин против вивера играть на то время невозможно почему в наш его не поймать просто если ты там не застанешь не забашешь просто тык вивер с трех тычек убираю убирается с игры но в целом просто по нему попасть невозможно потому что он бегает постоянно счет от ксены с эскейпом тяжеловато будет на посмотрим 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 погнали центральный кто в центре xin будет если xin будет в миду это и зимит я так думаю лего задушим по маги очень много будет латар гейминг также будем делать жду приказаний отличный план вот так делаем парнем let's go куру надеюсь возьмут а кур взяли хорош некра взяли отлично некра тоже можно будет пару тычек убивать пару тычек в общем чё раскачивать будем второй раскачиваем первый спел берем в двоечку чтобы там было у нас три секунды примерно на рассказ вообще лучше брать в 4 секунды и все четыре секунды это и все вот так что будем так душить на второй спел будем нормально раздушивать какой-то школьник играет на воде максимально сразу же с первых минут начинает писать что там привычка там привычка там как говорится там всех покет покет привычка говорит так что извините пацаны ну извините я настолько сильный вот нас как можно быть настолько лютым чсв лютым чсв чтобы вот так вот себя вести типа а ну я типа настолько сильный что я вас выигрываю блин я понимаю когда в ротал то можно сказать ах я не знаю я не знаю чел блин на серьезке ты или нет то есть гордись мной правильно поддерживают брат поддерживает поддерживает за это лайк просто пусть рот свой закроет и сидит ничего не пишет таска таска это на час за детство маленькой и маленькие девочки собрались так let's go let's go ксин на меду да будет хорошо арморчик он взял арморчик взял поехали синчик меду сразу можно будет его патхара спускать патхарас отлично ой как хорошо проблочено берем 2 все и формируем парню пока что формируем спокойно пока что спокойно формируем а дик синчик пил тебе о мусор дал ко мне мутов нет у меня на ксена здесь помыли на ксена сэфи 1000 мутов купленным было для таких челиков специально спешил пор токсик мэнс ой как я добиваю я мамки ласт хитер кстати мамкин мамкин ласт хитер я кстати это к слову как обычно если я здесь line не запушит это не а здесь 2 возьмем потом тут можно сразу фазы выйти тут них а раз геймингу и через ботал нет смысла выходить будет так делаем крипы побьют и тычку не долдать и сами крипчика добьешь хорош сапог возьмем и ману пока что на данную стадию пазы колотим парни пазы быстро должны поднять хватает ман говорит по хп разменяем с пацаном он шокит такого дамага принципе плюс 29 но приемлемо до наших предков говорит отличный план за наших предков ох ты царим а ну кидаем он фестовый оказывается но хорошо что ничей новый нормально справимся с таким ксином фазы кстати кстати фазы зайду да он даст его тычковать под тэшкой бафнемся потому что добивать тяжело будет вообще надо бы я думаю знаете что делать будут супер еще сбрать на харассе эти низ выбежим монета как никак это 100 золота берем 1 возьмем тройку как я говорил потом возьмем 2 на на 6 мультимейт и на седьмом мы возьмем либо 2 либо пассивку уже будем смотреть так так у меня уже почти фазы есть ты брат сильно бей сильно бей не потянешь сильно бьешь бро не потянул братулец дамаги много все равно 2 когда максишь очень много даже с героя просто уже там идет очень много дамаги так берем вот так хорошо и говорится ну нет на вставочку дает на вставочку это на вставочку сейчас парень тэпнется нужно будет зарегенится нормально не надо так пожалуйста пожалуйста не надо давайте ману хп чуть-чуть порегеним постым по фк шим он все равно пойдет фистом сбивать хорош минус фист можно подойти поближе минус фисты четвертый левел не у 5 но как видите ксин про это ксин в любом случае проиграет то вреда на меду тут как ни крути плейм гуардом он ничего не сможет понести на первых минутах за вождя и племя ты чё я тебя обгоню не все равно все равно а чё у меня хаста брат чтобы не изучится сильно как же не повезло да на хосту но я поеду живу . еще принимаю . вы хорошо за парнем уйдем вот она вот это у нас тут с ним драка да кстати а вы поняли а если я его не видел вообще откуда он взялся по себе по карте его не видел даже но это точно не инвиз был или он шел по карте я не видел я видимо на вас хите настолько сильно за триггерингу блин я думала щас ботал возьму и полечу какой сильный вивер ладно страшно но не увидели сейчас надо знаете что делать такой ситуации писать всем я ваш род где сс в ираке я про и разбивать шмотки левать здравствуйте дайте . дам небольшую до наших предков . дам вам что ты хочешь иди разбойник с вылезет сдохнет я ему про каста дам будет исполнен стой на вас вы верите в это я не верю лично я там еще 200 маны ужас какой чем могу быть полезен ужас а походу свапнулся да таким сплитером не попал я не понял кстати я сдох ночью смогу все там еще кучи кучи есть а что-то не побежал у вивер рак похоже ну хотя он из меня забрал по идее не раков но стран странно очень странно если мы знали что это такое но мы не знаем что такое так а чё там хп немного 8 левел возьмем пассивки ребят на топ побежал до на вивер с фиром до тяжело больше стоять ксинта фидит стоит вивер не будет видеть все только не ошибется под проказ лоха п если я сплитом попаду только а то это у нас это реально на самом деле сложно ребятки сплитом попадать то есть некоторые думают а там изи сплитом попасть это фигня не на самом деле это тяжело парк драках нормальный сплит дать это тяжело хороший подеремся пресс там дамага залетает вивер бедолага отходить на плюс 60 я получать по дабл дамагами вечным учатся под дабл дамагом тоже ботом пассивочка берем стики центре перебьем у него аркана что ли господи вивер 4 вот это я давно не видел это я давно не видел они не пройдут побежал за мной да тык-тик-тик-тик у меня тоже ножки быстро быстрые ножки не боятся быстрые ножки ничего не боятся 140 урона уже я пойдем буду зарядим и душа нём пацана погнали в атлыгу он экс лотар парни фентавр длится а топе активка какая-то это печально я не буду пытаться но я не хочу чуть полить центре что мне стоят понял а некор наверно не понял да об это смерть брат ух ты смысле не смерть 1 . хорош сколько там 180 не не потяну не нифига си там драка продолжается до и вреди мг солим брат но там там все есть нифига си там еще леги 4 лего еще идет 200 урона с руки от нормально пассивочку взяли побежали пацаны все на мид пришли хороша пока что ровно погнали на б сходим нас вытеснили такие но вивера такие забрал сэндрик я купил крипстат у меня хорошего виду эндарин там слабый по ходу до предатор предатель короче о ульт аппарата еще закидывает нормально кстати красочно помним делали раньше обузы знаете делали такие обузы что короче оставляли иллюзии тп шились на базу и иллюзия с базы шла обратно так как она работала реверсивно и забирала кого-то типа знаете что я помню дальше воду от и раньше такие были типа механику игры как обманывали это же есть вот времена были наркоманские выразимся так так первое что мы возьмем это конечно же лотар сюда так и пассивочка у нас двойка уже тройка сейчас будет десятый уровень тройка дегенерация тоже хорошая руна забрать было бы круто заберем я думаю хорошо тройка пассивка пассивка очень быстро раскачивается потом когда начинаешь выходить или принять часть себе там парень но с лотаром пока были в лего пытаться убивать ну что он очень крепкий очень крепенький бункер ребята под фижет принципе очень страшно у наших передков перебки это что поломаем немножко 80 урона немного но тоже когда был дамага читать по чуть можно подстакивать жалко стакать не где-то время жалко негде страшно хорошо на обратке щитком зацепит будет хорошо идет 133 неплохо так и тачку заберем на подходе поставить видно было амлига в конце концов скоро сдай грамм будет надо лотар к этому времени вы фармите перебивать хорош минус тэшка за племя почти есть лотар они не пройдут но вообще не вариком пройти тут тут закрыта за за руна инвизабилити пойдет чё делать пойдет чё делать так лотар почти есть щиток я в принципе продам и можно работать легиона бы подгушить эти тут спать легли выходной что ли го драку какой-нибудь сейчас затеем 11 левел есть надо его перебивать фрагами этот левел самый тяжелый левел ненавижу ненавижу чё там у шойда молчик потешка чанец газонем хорошо погнали снайпер масочку надевает есть лутар сейдж тпшечку еще возьмем они там все по лесу стоят я на топе кто шишер шишера я не пробиваю ладно тпшимся на мид на миду крипы делаем чё мне не нравится у таурена армора совсем тоже немного и сборы такие у меня получаются на таурене что принципе без арморный гейминг получаются если его уплотнить убрать его недостатки в арморе и в мобильности это круто что собираем некстом некстом мы собираем яшку за племя они в лесу сидят все я в лесу сидят оппонент я один боюсь идти туда вон они выходят до голову погнали уже что-то в горло попал наверное писюн оппонента жду переказаний а тирону заберем нам это ничего не стоит принципе я боюсь здесь ходить потому что тут возможно этот вижен там сентрики были о центуриона и они уже где-то стоят значит что с бэкстебом я не подойду то есть латар шик тест у нас нету латарщиков он купил сэнка а по почти на ставочку прям как будто я посмотри может старой заберем петь сюда перебка и перебка ты куда твоя не забрали мы 3 снайпер заколотил а пойдет это такой вал как все так знаете долго нудно лего с ультимейта 100 лего с ульты сдох этих пацанов того пацана с руки так 4 секунды кнопка хорошо сильно миду она не хватит на прокаста угрсовтер вот так вот я буду сейчас жаловаться жаловаться на этого игра чего на базу парни маны нет особо чё там огур где ты с софтом и огур а огур в таверне 03 035 огур с софтом неплохо левел как говорится это лево блин я пол карты пробежал это жесть как долго вот эти перебеги у него он максимально не мобильные герои я ненавижу не мобильные герои вообще ну что ими тяжело играть на что я люблю бегать по карте поэтому сейчас попробуем компенсировать эту тему яшку взяли побежали они пятером еще ни разу не собрались кто-то в инвизи был еще ой там ксенчик разбудится сейчас дай пройти за наших предков за нашу пробку попробуй будем бегать давай мега килл бегали мы недолго все-таки погнали на базу погнали на базу снайперы шинтов колотит они что-то как-то пассивненько у них что-то как-то не слажено все на самом деле у нас что-то вроде у нас и фидеры 0203 а душем вот 40 я 71 странно те война очень много очень много тоже войны фармит парень там лего лотарщик лего лотарщик лучшим таггерной был не хочется гем-центре носить не хочется так сказаться они не пройдут внизу fight веселый да какой-то вот бы я там поучаствовал просто четырех клэп и про каст полин как бы круто было как бы это билл обе круто обе там растает вижу 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 бе я готов вот на топе 13 левом просто free farm стоит пацан и мешай называется даю при парм называется не мешай сэндриков много про зачем там смотри варды снимать парды снимать сейчас молнию сделаем там будет прыгает за кем-то за вивером за этим бедолажным за бедолажным вивером бедолажка на вивере бегает убирать не может лесу прошло читаю сейчас на душем непонятно пока по игре пока по игре непонятно вообще они в пятером не собираются файтов нету просто какой-то фарм форм и все фарм корм фарм корм и все игра не идет никак у них пацанов вроде как бы что-то они там в пятером но их пятеро нет стоят постоянно меньшинстве бегают постоянно меньшинстве так взяли сплиттер двойку что на топе весело да а топить на топе ой предлагала ой интернет упусти меня пожалуйста я знаю что ты любишь мне руинить гайды видосы но сегодня пожалуйста не надо дай дописать игру спасибо как же любит мой интернет не руинить игру ого что нет-то ремонт стоит хорош что это это ужастик опять смотрю я на самом деле по телевизору ок мол не имеется хорошо а чё драки будут начать так скучно блин вообще жесть обычно смотришь команда где-то там какой-то как у лезет да тут блин все фармят чё-то фармят так мол не имеется next манту полню до пм будет хорошо напоминаю ребятки на центр не ходите этим браконьером этим браконьером на центр ходить не надо дух вернется да я бэкстэб я да скорее всего вручил до повернемся он не имеется ухо вон он он я ждал его этого легиона алла сада там ударить я что-то не стал бить погнали народу главный вирт бежит зачем кто-то хочет по моему просто лего так сейчас разожрется будет тяжело лонтарные легионы это страшно скорость атаки у меня сейчас будет лютая башер еще сюда башер за наших передков перёбки за наших перёбки давайте сделаем знаете чем так раз два три хорошие на низ выйдем стопу был одеты нарушил задушина елки перёбки о хорош убивая война забирай стрите по щекотку пацанам так но вроде пока нормален парни задержка война видимо отошел от этой от психи от псих момента отошел на дайте улице блин там бы ему леги это страшно ему леги это страшно это постоянно под ремнантами сидит как его убиваетесь он постоянно ремнанте пашер нужен какой-то простанешь устанге где ну почеты там дай он уже действует возьми стандой у него герой идет жесть вот парень дает конечно я думаю но чуть-чуть я там секунды выиграют две тычки мне хватит чтобы убить его просто подстанемся опасно тут стоять легион больше инвизу тушить леги вон я готов чем могу быть полезен попить немножко отличный план ну че уставился так внизу у нас два героя до трипл бы красивый такой на вставочку или ультру прямо щекать надолго что приказали он и легион сейчас огур забайте всю контору забайте цикантура я не успел убежать лего видел пошло дело нарезай плащит а я ох ну почти на вставочку теперь надо бежать и на вставочку теперь надо бежать хорош урной меня кошмарить будет сколько у него вруча и мисс ну это крайне урна было да него врача там нормально идет идет прям почти на вставочку у меня урной пытался кошмарить почти получилось я бэм там все вдалбил сейчас пожестче будем бэм вдалбливать он не взял можно быть с молнией прям чик-тик-тик-тик-тах-тах-тах и все жесть но пойдет пойдет на вставочку почти на вставочку теперь надо бежать пойдет по рофлу почему нет прикольно хорошая первый раз драка нормальная так что собрались чё-то подушились огра продали огра бежать дурочек так есть молния парнем бкб ху блин вот не знаю за бм придется наверно собирать да но типа есть прикиньте какой-то урен лютый если вы вылазить у вас там 300 урона с руки такой держите свою альбарду и пошло тысяч тысяч просто под этим под бкб и всего никого нет живых это все так я буду держать кнопочку свою бедного угро этого все пинают и на бункер а 07 пацаны бонгер некор тоже лютая такая свинота сату наверное сюда запихнем прикиньте сюда сатаник манта терраса твоя хорош раз ухти и иди сюда на причаленец а побежал таракашка просто затушили его сатаник давайте на экстом считали молния дома есть все есть а если тоже есть молния есть все есть до наших передков башера знаю сатаник сатаник башер круто было в принципе а я сам не должна хватить под волния сатаник башер сына забить бри то просто меня не меня не надо убивать браку нормально так нормально отхил бы какой-нибудь вот лик дроп ним хотя нет ботала ставим пока стики дроп ним не успел улететь да просто с бриллионом нормально домик взяли сатаник сделаем это будет нас жир и наверное к это кираса я не знаю тут прям по билду по билду вопросов очень много жести артефакты какие-то страшно выглядит очень страшно амбе мы делают а бэм буду убиваться сатаник это перекроется со наших предков go чем не поймешь а тревел бы сделать сделать я бы по я помню всегда старых версиях доты собирал его через провел и сию тупо мс 450 бегаешь и дух быстро передвигается чтоб забав хоть и вообще пока что там у тебя отличный план вот что у меня там кто-то без фарма фармит легище наверх криптики лежат отдыхают вот здесь опса варды шишер шишер они поймаем блин вообще надо бы башен как вы знаете пепеньки убегает стой да тычку дать пусть он бьет стан ждем все 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 б успокойся брат успокойся все хорошо аппарат пульты не умеет кидать вообще учится молния кстати чем офигенно ему тем что вы снимаете magical resistance и молния бьет еще сильнее там просто столько дамаги можно вносить ужас 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 молния получается без резистов хреначит тоже очень круто бодренько очень бодренько ну что идем дальше о о лего с дизолью хорошо что центре стоит огар молодец все-таки несмотря на то что видит варды ставить не забывает все я дам прокаст леги ландарщик такой себе парни гем гем это страшно гем там да попробуем отличный план не очень хочется если честно мне байтить потому что типа он может не успеть у меня стриг у меня стрика это плохо что если я свяжу это будет беги ходит уходить отсюда тоже она в лес нырнуть чем против леги надо лимус это делать уходим отсюда пары что прикажете они свой лес отбили в принципе парад же жирный плейт мейла гоним по тех очень жирно выглядит можно леса колотить смело мх до мх там гем он не меха то самое чувство когда ты играешь доту и не выучил вообще ничего но зато знаешь слово мх мх вот так вот пацаны учитесь я знал бы я что он там колодит раша мх мх вот так вот там так погнали сюда что за артефакт будем делать мне кажется нужно сделать нужно сделать что-то типа манта манта в принципе я сейчас манте не нуждаюсь вот если сату сделать а с у меня хватает мг у меня вроде хватает когда я пробахусь у меня сотка стабильничок пф ксин сделал если сатаник сделать это и армор хотя в принципе армор у меня сейчас есть армор есть манту доделать на статы сейчас посмотрим что лучше тут будет таргет сбрасывать с себя наверно будет пока отходим таргет или сатаник да лучше давайте наверно сатаник уже добьем там 100 золота осталось у золота есть сатаник плюс жир плюс лего не будет пробивать там бм еще если вдруг я выживу я смогу там отхилиться как-то сатаника соточка осталась там какая-то 1100 или 1100 да фигня там аегис надо аккуратно сейчас двигаться ох нифига тут меду весело весели собирается на меду будет исполнен будет исполнен вивер аганим надо четверочка хорош на генерации так сатаник еще в кд как говорится некор аганим дагерочка снайпер подставился да там драка пошла отличный план за наш пред что приказали отличный план вот этого пацана и вот этого прям почти на вставочку да вот это жестко молнии там попролетали нормально сатаник есть можно поесть нормально я так задушил их там он мне красиво полетел так сатаник есть я там от крипов фарминга крипов оторвался у меня еще кстати санжа будет очень много будет давать мне кп шик гем а шо ж ты делаешь так сатаник есть хорошо башара добавлю и манту и гг башара если добавим это гг ля убегает подожди 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 не бей не бей не бей вот по хорошим а есть это люто вообще рак уикенд ведь не сломаем походу до щас синбер две тычки это туда же дай эх не дают пички давай ух байбайки пошли байбайки пошли байбайки пошли что там скади делает да байбайки пошли надо уходить я стою на передовой войду ходит с гем побежали так хорошо давайте башер сделаем сейчас башер кинг 05 07 корольчик так хорошо нет он походу ставил крипов этих мне нужно чуть-чуть золото я продам 350 500 золота я возьму башер с башером пойдем с башером пойдем нормально нормально будет исполнена отличный план что приказали будет исполнена так есть хорошо будет исполнена побежали побыстрее по кайфу секретный билд через молнию на magic resistance хорош 2500 агура будут убивать да толпой вот круто было бы если по ним там чаполаху всем дали смотри засейвит а пул хп улетит прикиньте линк все я на базу а то с трибуны трибуны виднее так сижу такой а просто с трибуны смотрю рассматриваю снайпер тоже уже очень живы они тут никак не выиграть уже вообще без вариков уже без вариков прям гол башер тут надо эту катку знаете как закончить красивым таким ультра или там пашки такой прям вообще что нового вот это у нас что нового посмотрите на этот билд посмотрите на этот билд это что такое вообще происходит я не понимаю красиво выглядит если честно в инвентаре очень красиво хп много всего много так со снайперу минус сразу да о аппарат уже научился отменять красава брат красавчик наконец-то научился единственное что меня там бэмами могут закрыть сильно топим как всегда манта тут еще сэнши обисал осталось в принципе еще много золота чтобы дофармиться это много золота надо так надо вниз в принципе то сейчас сильверуху сделать в идеале было бы хорошо и манту манта чтобы таргет сбрасывать в принципе не сильно у меня так и мешает оно все так таргет нормально держится нормально топор главное заточен и все работает ничего не брал до косарик на кармане жду приказаний некр тоже опасный такой оппонент так монетка еще вот там по лесу бродит видели пивер а иллюзии ща мид толкнем пойдем здесь задушим жалко игра такая ну знаете не файтерская получилось мало файтов по сути мало файтов мало файтов мало файтов погнали погнали все туда сейчас тяги о лего прикиньте как там лего и этот парень таврик сейчас задушим ой это шо на вставочку будешь делать что ли ты криса дай мне на вставочка я же контент мейкер мне на вставочку на душу че щас соберем наверное сильверуху или абиссо да лучше абиссо лапну чтобы была вариативность вы знаете ля куда бежит видят просто блин ну жестко мы их просто передушили мне кажется я ломать не буду ломать не буду кентавр потому что настоящие настоящий кентавр стоящий кентавр он ушел а вот сюда блин она сюда и пошел хилиться много урна там у него было много урна было вот здесь вот по карте я его увидел ах не успел не успел обычно ходишь по карте смотришь находишь кого-нибудь так 2 300 хорошо еще шар бы сюда блин столько не до фарма да но это из-за того что отсутствует вот эти файтинги файтинги отсутствует парня поэтому если бы мы дрались то артефактов больше было бы там а то получается не деремся со всем найс вообще не буду под ногами кто-то стоял на нас напали опа войск упал прогулял то есть там драка а парентоса убивают побайтит если блин у нас нету байтера по сути да только уграден байтер и все ну так 2 800 маянку можно взять если баш вылетит заберу баша не было отобисал поэтому тут таких моментов перекроется на крипах их ловить это сильвер сделаем время не ждет чтоб быстрее кд шелс тема все прикольнее будет время не ждет на топе все да не сможет натянуть чем можно пойти рошан и забрать сильвер абиссал манта и нормалды 43 минута просто ну бегаем я не хочу лично фидить если соберемся вместе мы закончим да мы бы уже поняли в принципе закончили если бы не понялись ой найс это такое себе что да хорош господи дай мне вот это говно дай мне сэнш вот так вот все собрали с горем пополам пересобрали сильвер на пробел у красивый билл получается красивый они еще ни разу пятером не собирались кстати пятером не собирались не надо как-то подловить на город наших братьев на бега на топе 250 урона у легионов все все будем да давайте побьем цены на топе а то совсем расслабились отойти цены на топе расслабились что типа никто не пришел не идет можно спокойно постоять там папа кашить знаете такое расслабленное у них состояние оппонент надо их немного поднапрячь предпекают думают это что-то слишком слишком расслабились поехали поехали о ну я сатаник нажал а ну я понял тем более я орну если я сейчас вылезу и сделаю этот ультра килл какой-то у меня сатаник включенный но вряд ли я тут выживаю вряд ли понял круто круто неплохо неплохо пацаны но это мой интернет это не айкап это интернет так работает так 1800 имеется я сатаник нажал но там бм плюс некор некор по-моему мне рипера дал нет я не знаю сколько таймингом я не смотрел но вроде он мне что-то некор по-любому напихал все в линку в линку кастится да вы умрете сейчас в этот в этот прыгнет ах терял ему дал терял блин печально интересно мне интересно что там в драке было что происходило в этот момент когда я лагал аппарат первый второй ему дай а все он да и так бы сдохну второй под себя и ультануть а он можно аппаратом даже еще убить его можно сейчас такими хп я наточил топор все нету нету натачивателя топора есть 6 танцлоты у пацанов тоже нормальные у нас огер огер 011 41 фраг у нас на всю команду это очень много но это катка такая себе вроде интересно че такие-то файты есть но в основном фарм основном фарм идет основном фарм погнали так 2000 давайте правил купим чтоб передвигаться лучше отличный план одобряет тавариан поэтому правила берем да ты купи хорош вот так вот найс неплохо вот такой билд хорошенький уже красота мне нравится чуть-чуть слабее бить буду но бегать быстрее а быстрый ноги как правило не боятся ничего убили агура да вот такой бы файт собраться там знаете гоу что три героя стой ты так далеко он их тянет я тоже хочу поучаствовать снайперу притяну вот это я нарезаю тут это я нарезал тут будет исполнено будет исполнено ех и по пальбе блин один действенный момент был такой ближе к вставочке но жалко не получается о там лего живой ничего себе мне главное сатаник успеть нажать когда он мультует и все дальше нечего бояться так они смысломали опа ничего себе а в смысле я не видел ты сатаник есть можно поесть блин эти тараканы душат кто сбили меня весь реген весь реген сбили надеюсь молнию этот минус 2 просто посмертно типа такое себе блин поняли в чем прикол почему я не регенился я типа нажимаю атаковать а кто ближний крип ближний крип это таракан который сидит на плече и у меня начинает сатаник просто сливаться ладно гауманку но эта катка поинтересней поинтересней все равно ай вот там вообще профессиональ гейминг посмотрите на него щекотунчик вот щекотунчик урона нет нифига нету жира много а толку нету непонятные фигни по насобирал чисто да мобильный мобильный герой мобильный спору нет мобильность это залог успеха так что там маян то да хорошо странно что лего тут не сдох у него вообще хп не а так это ж это ж это ж не фул хп так больше нанесло логично логично чисто издеваемся на самом деле над оппонентами дамаги очень много остается у нас сатаник ребятки шарды к 60 оденемся долго конечно долго одевается все равно чувствуется что герой знаете намного лучше чувствует себя в четвертой позиции и как правило артефакты ему очень дорогие не соберешь потому что катка раньше закончится если хорошие тиммейты это вообще изи катка нормально гарзерк у нас хорош дарк террорович тушит нормально но линка кстати бодро он много раз выжил за счет того что там линк была блин вот эта тема достала этот интернет я не знаю что 12 часов дня интернет так себя ведет это отвратительно просто жесть а если в драке вот как залагало вообще ж не красиво а на вставочку что сделать очень страшно вставочку что вот такой билд парни получился у нас на выходе сатаника сюда не хватает еще сатаника не хватает сатаника не хватает конечно погнали по чуть по чуть погнали по мс 465 пассивный мс это очень много плюс еще прикиньте под вторым так я постоянно 522 по драке бегаю это круто все там леги с арморами да сейчас замешкаются пацаны можно будет немножко отдамажить но сейчас дух будет возвращаться вылезу будет вылезу он щас фистеть будет отфиститься отфиститься или нет 3 тычки нормально 350 дамага 3 тычки дал ему хорошо обходим делаем вид что мы дурачки классика жанра делаем вид что мы дурачки возвращаемся а можно смело зайти в хг просто за душем видеть бы еще оппонентов будет тараканы очень сильно руинят сатаник о нифига шойда убивает да а лопнул шойд вот так сделаем я готов если бы забайтили было бы хорошо он шарт скушал да шарт съел у меня еще 2к есть чем могу быть полезен чем могу быть полезен говорит и и зря вот это ты делаешь что щека тоннечко хорош ломай ломан то не успел закатить дайте мне хоть по прожочку я не знаю ребята вообще не дают на вставочку же есть ломай 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 там 500к хп сольем сейчас сейчас солью ем сломаем сейчас сейчас ладно 2 минуты где-то будем ну минуты где-то бить будем отличный план говорит ух ты вижу что и честь и все подобрал дает ля ты так ну абиссалом закончить абиссалом абиссал или шар или шар или шар докупить в принципе абиссалом надо метка 50 золотых надо прикиньте 1 крипа не хватает давайте на лайн пошлем успеет он добежать шоколад успеть наверное массы соки высокий мс оп хорошо есть еще абиссала сюда отлично ну что ж ребят фулл билд я сделал осталось сделать что-нибудь красивое на вставочку ну на вставочку был типа там триполкил но он такой знаете какой то хочется что-то покруче да ну вряд ли что-то получится потому что это дело ситуации это дело случая тут еще у меня снайпер дамажит очень сильно ну 260 урона это очень много ребят 260 урон это вам не шутки за наших предков там много бм-ов много контроля еще 11 армора всего у меня это же стоп очень мало они зажались хг хг зажались так нужно аккуратно отойти некор тут некор ой 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 типаляют типаляют пацане типаляют надо бежать бежать я быстро у меня 522 тупо пацаны под дастами даже 450 под дастами это не шутка тоже ой хорош перебки ууу тупо перебки сделали хорош вот этого пацана сейчас задушил ой о ой о ану иди сюда чё сказал сюда хорош я туда же добавил Я туда же добавил GG, ребят Но все-таки пойдет Триплкилом обойдемся, как говорится, да Хорошая катка в целом получилась Таурен керри Секретной катки Был еще у нас керри, да, но там катка такая Не сильно керри интересная была, ребятки Поэтому вот такая вот катка На секретную остается у нас Собирайте таурена всегда в четверку, ребятки Четверка таурен это намного лучше Чем обычный Мне кажется, вот такой вот керри таурен Потому что, ну, все-таки четверка Это четверка Вы можете просто со спины очень много делать грязи, ребятки Поэтому вот такой вот у нас гайд получился сегодня Надеюсь, он вам понравится Если что-то непонятное, пишите в комментариях Если есть какие-то вопросики Да, было немного крутых моментов Но все равно лайк можно поставить за такой геймплей, ребятки От души Всем, ребятки, спасибо Всем до скорого С вами был Xenazos и пока